День 56. Мы собрались в обычную пору, и цыган, пользуясь свободным временем, продолжал свой рассказ. Продолжение истории вожака цыган. Я вам рассказал о своем удивительном венчании. Наша жизнь с женой тоже была своеобразна. После захода солнца открывались ставни. Я видел всю внутренность помещения, но она не выходила из дома, и я не имел возможности приблизиться к ней. Только в полночь за мной приходило дуэнья, а под утро отводила меня обратно. Через неделю герцогиня вернулась в Мадрид. Я предстал перед нею в страшном смущении. Я совершил кощунство по отношению к любви, который пылал к ней и горько упрекал себя за это. Она же, наоборот, отнеслась ко мне с невыразимой ласковостью. Всякий раз, оставаясь со мной с глазу на глаз, она отбрасывала прежнее холодное обращение. Я был для нее братом и другом. Однажды вечером, вернувшись к себе и как раз запирая дверь, я почувствовал, что кто-то тянет меня за полу. Повернулся и увидел Бускероса. Наконец-то ты мне попался, сказал он. Кавалер Толяду жалуется, что давно не видел тебя, что ты от него скрываешься и что он не может понять, чем ты занят таким важным. Я попросил у него 24 часа сроку, чтобы обо всем ему в точности доложить. Мне повезло. Но ты, сударь, помни, что должен относиться ко мне с почтением, ведь я женат на твоей мачехе. Последние слова напомнили мне о том, какую роковую роль сыграл Бускерос в судьбе моего отца. Я не мог удержаться, чтобы не обнаружить к нему неприязни, и мне удалось от него отделаться. На другой день я пошел к герцогине и рассказал ей об этой злосчастной встрече. Мое сообщение, видимо, очень ее огорчило. Бускерос, сказала она, это шпион, от которого, кажется, ничто не скроется. Необходимо уберечь Леонору от его любопытства. Сегодня же отправлю ее в Авиву. Не сердись на меня, Авадоро, я это делаю для счастья вас обоих, сеньорита, ответил я, условия счастья — исполнение желаний. А я никогда не стремился стать мужем Леоноры. Однако должен признаться, что теперь привязанность к ней увеличилась, и любовь моя с каждым днем становится все сильнее, если можно так выразиться, так как днем-то я как раз ее никогда не вижу. В тот же день я пошел на улицу Ретрады, но никого там не застал. Все двери и окна были заперты. Через несколько дней после этого Толедо вызвал меня к себе в кабинет и сказал, «Я говорил королю о тебе. Наш милостивый государь посылает тебя в Неаполь с донесением. Питер Борро, этот знатный англичанин, хочет встретиться со мной в Неаполе по очень важным делам. Однако его величество не пожелало отпустить меня и ехать придется тебе. Но это как будто не очень тебе улыбается», — прибавил он. «Я бесконечно благодарен его величеству за милость», — ответил я. «Но у меня здесь, в Мадриде, есть покровительница, без согласия которой я не могу ничего предпринять». Толедо с улыбкой промолвил. «Я уже переговорил об этом с герцогиней. Сегодня же повидайся с ней». «Я пошел к герцогине, и она мне сказала, «Милая Авадоро, ты знаешь, в каком положении находится испанская монархия? Король стоит одной ногой в могиле, и с ним угаснет австрийская ветвь. В столь критических обстоятельствах каждый истый испанец должен забыть о себе и всеми возможными средствами служить родине. Твоя жена в безопасном месте. Леонора не будет писать тебе, так как она не умеет писать. Кормелитки этому ее не обучали. Я заменю ее. И если верить дуэнье, вскоре смогу прислать тебе такие вести, которые заставят тебя привязаться к ней еще больше». При этих словах герцогиня опустила глаза, густо покраснела и сделала мне знак «Удалиться». Я отправился к министру за распоряжениями, которые касались внешних отношений и охватывали также вопросы, связанные с управлением неаполитанским королевством, так как последние хотели всеми способами привязать к Испании. На другой день я выехал и совершил путешествие со всей возможной поспешностью. Я принялся выполнять данные мне поручения с усердием новичка, но в минуты свободной от работы думал только о Мадриде. Так или иначе, а герцогиня любит меня, призналась мне. Породнившись со мной, она исцелилась от страсти, однако сохранила привязанность, к которой я видел тысячи доказательств. Леонора, тайное божество ночей моих, подала мне чашу наслаждений руками Гиминея. Воспоминание о ней царило над всеми моими чувствами, так же, как и над сердцем. Тоска моя по ней сменилась чуть не отчаянием. Кроме этих двух женщин, весь остальной прекрасный пол был мне совершенно безразличен. Письмо герцогини я получил вместе с бумагами от министра. Оно было без подписи и написано измененным почерком. я узнал, что Леонора ждет ребенка, но больна и очень ослабела. Вскоре я получил известие, что стал отцом и что Леонора тяжко страдает. Сообщения о ее здоровье как будто подготовляли меня к ожидающему меня вскоре страшному удару. Вдруг Руниаполь приехал в Толедо, когда я всего меньше этого ожидал, он кинулся в мои объятия, и я прибыл по делам королевства, сказал он. Но, откровенно говоря, меня прислали обе герцогини. Тут он подал мне письмо, которое я распечатал дрожа. Содержание его я предвидел. Герцогини извещала меня о смерти Леоноры и выражала мне самые нежные дружеские соболезнования. Толедо, издавна имевший на меня большое влияние, употребил его на то, чтобы меня успокоить. По-настоящему я не знал Леоноры, но она была моя жена, и мысль о ней влекла за собой чудные воспоминания о нашем кратком супружестве. Хотя скольпь поутихла, я все же был печален и подавлен. Толедо все дела взял на себя, и когда они были улажены, мы вернулись в Мадрид. Неподалеку от ворот столицы кавалер вышел из коляски и крутыми тропинками провел меня на кладбище кормилиток. Там он указал мне на черную мраморную урну. Надпись на постаменте гласила, что это могила Леоноры Авадоро. Я облил надгробье горючими слезами и несколько раз возвращался к нему, прежде чем пойти приветствовать герцогиню. Она на это не обиделась, наоборот. При первой же нашей встрече выразила мне почти трогательное сочувствие. Провела меня в дальнюю комнату и показала ребенка в колыбели. Волнение мое достигло крайнего предела. Я упал на колени, герцогиня протянула мне руку и велела встать, после чего сделала знак удалиться. На другой день я явился к министру, который представил меня его величеству. Толедо, отправляя меня в Неаполь, искал повода выхлопотать мне какую-нибудь милость. Я был удостоен звания кавалера ордена колотравы. Хотя награда эта не ставила меня на одну доску с первыми сановниками, но все же к ним приближала. С тех пор обе герцогиня и кавалер Толедо старались при всяком удобном случае показать, что смотрит на меня как на равного. Я был обязан им всей своей карьерой, и они с радостью следили за моим возвышением. Вскоре после этого герцогиня Авила поручила мне устроить одно дело, которое у нее было в Совете Кастилии. Я исполнил это поручение с усердием и осмотрительностью, которые повысили уважение моей покровительнице ко мне. С каждым днем герцогиня становилась ко мне все благосклоннее. И тут начинается самая удивительная часть всей истории. После возвращения из Италии я поселился опять у Толедо, но сохранил за собой и прежнее жилище на улице Ретрадо, стеречь которое оставил слугу по имени Амбрусио. Дом напротив тот самый где я венчался принадлежал герцогине. Он был на запоре, никто там не жил. Однажды утром ко мне пришел Амбрусио и стал просить, чтобы я прислал кого-нибудь на его место, и при том человека храброго, так как в доме напротив после полуночи творятся странные дела. Я хотел, чтобы он мне объяснил, что это за дела, но Амбрусио стал уверять, что со страху ничего не видел и ни за какие сокровища на свете не согласится провести ночь в моем доме ни один, ни с кем-нибудь другим. Во мне проснулось любопытство. Я решил этой же ночью убедиться воучию, что там происходит. В доме оставалась еще кое-какая обстановка. Я после ужина туда перебрался. Велел одному из слуг лечь спать в прихожей, а сам устроился в комнате с окнами на прежний дом Леоноры. Выпил несколько чашек черного кофе, чтобы не заснуть, и дождался до полуночи. Это был час, когда, по словам Амбрусио, появлялись духи. Чтобы не вспугнуть их, я погасил свечу. Вскоре я увидел в доме напротив свет, который двигался, переходя с одного этажа на другой, из одной комнаты в другую. Ставни не позволяли мне увидеть, откуда этот свет исходит. Но на другой день я послал керцогине за ключами от ее дома и пошел его осматривать. Я не нашел там никакой обстановки, никаких следов чего-либо пребывания. Открыв по одной ставни на каждом этаже я ушел. Вечером я снова занял свой наблюдательный пункт и в полночь в доме напротив снова заблестел тот же свет. Но на этот раз я увидел его источник. Женщина в белом с лампой в руке обошла медленным шагом все комнаты первого этажа, поднялась на второй и исчезла. Лампа освещала ее слишком слабо, чтобы можно было рассмотреть черты лица, но по светлым волосам я узнал Леонуру. Утром я поспешил к герцогине, но ее не было дома. Я прошел в детскую. Там было несколько женщин страшно взволнованных, растерянных. Сперва мне не хотели ничего говорить, но в конце концов кормилица призналась, что ночью вошла какая-то женщина в белом с лампой в руке. Долго глядела на ребенка, перекрестила его и ушла. После рассказа кормилицы вернулась домой герцогиня, велела позвать меня и сказала, «По некоторым причинам я не хочу, чтобы твой ребенок оставался здесь дольше. Я велела приготовить для него дом на улице Ретрата. Теперь он будет жить там с кормилицей и женщиной, которая считается его матерью». «Я думала предложить и тебе жить там. Да боюсь, что это может подать повод к лишним разговорам». Я ответил, что оставил за собой помещение напротив и буду там иногда ночевать. Желание герцогине было исполнено, ребенка перевезли. Я позаботился о том, чтобы его поместили в комнате с окнами на улицу и чтобы не закрывали ставин. Когда пробило полночь, я подошел к окну. В комнате напротив я увидел ребенка спящего рядом с кормилицей. Показалось женщину в белом с лампой в руке. Подошла к колыбельке, долго смотрела на ребенка, перекрестила его, потом встала у окна и устремила взгляд на меня. Через некоторое время она отошла и я увидел свет на втором этаже. Потом она вышла на крышу, легко перебежала по ней, перепрыгнула на соседнюю и скрылась из глаз. Признаться, все это поставило меня в тупик. на другой день я с нетерпением ждал полуночи. Как только пробило двенадцать, я сел у окна. Вскоре я увидел уже не женщину в белом, а какого-то карлика с синей физиономией, деревянной ногой и лампой в руке. Он подошел к ребенку, внимательно на него посмотрел, потом уселся на подоконнике, подогнув ноги и стал пристально смотреть на меня. Но вскоре соскочил с окна, вернее, соскользнул на улицу и принялся стучать в мою дверь. Я спросил, кто он такой и что ему нужно. Вместо ответа он промолвил «Дон Хуан Авадоро, возьми шпагу и шляпу и ступай за мной». Я сделал, как он сказал, вышел на улицу и увидел карлика, который ковылял на своей деревянной ноге в шагах в двадцати передо мной, показывая мне дорогу фонарем. Пройдя шагу в сто, он повернул налево и привел меня в пустынную часть города между улицей Ритрадо и рекой Мансенарес. Мы прошли под сводом и очутились на засаженном деревьями патио. Патио это двор, куда не въезжают повозки. В глубине двора был небольшой готический фасад, похожий на портал какой-то часовни. Из-за колонн вышла женщина в белом. Карлик осветил фонарем мое лицо. «Это он!» воскликнуло видение. «Он он самый! Мой муж, мой ненаглядный супруг!» «Синьора», заметил я, «я был уверен, что ты умерла». В самом деле это была Леонора. я узнал ее по голосу, а еще больше по страстному объятию, пылкость которого не дала мне даже задуматься над необычайностью происходящего. Да у меня и времени на это не было. Леонора вдруг выскользнула из моих рук и скрылась в темноте. Я не знал, что мне делать. К счастью, карлик предложил мне следовать за его фонарем. Я пошел за ним, шагая по развалинам и пустынным улицам, но потом фонарь вдруг погас. Я стал громко звать Карлу, но тот не откликался. Тьма была, хоть глаз выколи. Я решил лечь на землю и ждать рассвета. Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Я лежал возле урны из черного мрамора, на которой стояла надпись золотыми буквами Леонора Авадоро. Не было сомнения, что я провел ночь у надгробия своей жены. Я вспомнил предшествующее событие и признаюсь, воспоминания эти меня очень смутили. Давно не быв у исповеди, я пошел к театинцам и попросил вызвать моего деда Херониму. Мне сказали, что он болен. Тогда я попросил дать мне другого исповедника. Первым моим вопросом было, могут ли злые духи принимать вид людей? Разумеется, ответил исповедник. Святой Фома упоминает о такого рода привидениях. В таких случаях дело идет о грехах исключительных, которые может отпустить не каждый исповедник. Когда человек долго не бывает у причастия, дьяволы забирают над ним страшную власть, являются ему под видом женщин, вводят его в соблазн. Если ты думаешь, милый, что имел дело с такими привидениями, то обратись к великому исповеднику, не теряя времени, никто не знает своего дня и часа. Я ответил, что со мной произошел странный случай, который быть может был обманом чувств. Затем попросил разрешения прервать исповедь. Я пошел к Толеду, который объявил мне, что поведет меня обедать в герцогине Авиле, где будет также герцогиня Сидония. Заметив, что я какой-то рассеянный, он спросил о причине. В самом деле я был задумчив и отвечал на вопросы не в попад. Обед у герцогини не рассеял моего уныния, однако Толеду и обе дамы были настроены так весело, что в конце концов и у меня стало легче на душе. Во время обеда я заметил какие-то намеки и улыбки, словно бы меня касающиеся. Встав из-за стола, мы перешли не в гостиную, а во внутренние покои. Там Толеду запер дверь на ключе, сказал благородный кавалер Калатравы, встань на колени перед герцогиней, которая уже больше года твоя жена. Надеюсь, ты не скажешь, что догадывался об этом. Те, кому ты вздумал бы рассказать о своих приключениях, могли бы разгадать тайну. Поэтому нам было важно уничтожить подозрения в самом зародыше, и до сих пор наши усилия увенчивались успехом. Правда, замечательную услугу оказала нам тайна гордого герцога Авилы. В действительности у него был сын, которого он хотел узаконить, но сын этот умер. И герцог потребовал от дочери, чтобы она никогда не вступала в брак, и таким образом оставила все состояние герцогом де Суриенте, которые являются младшей линией де Авила. надменная герцогиня ни за что на свете не склонилась бы ни перед чьей властью, но после нашего возвращения с Мальты надменность эта сильно уменьшилась и готова была совсем рухнуть. К счастью, у герцогини Авилы есть подруга. Ты, милая Авадора, ее прекрасно знаешь. Как вот она доверила ей свои чувства, и мы втроем заключили тайный союз. Мы нашли или лучше сказать, выдумали Леонору, дочь покойного герцога и инфанты. На самом деле, это была просто герцогиня в светлом парике набеленная и более полная благодаря платью, но ты не узнал своей гордой повелительницы в скромной воспитаннице кармелиток. Я был на нескольких репетициях герцогини в этой роли и, признаюсь, тоже не догадался бы. Видя, что ты отвергаешь самые блестящие партии единственное желание служить ей, герцогиня решила выйти за тебя. Вы муж и жена перед богом и церковью, но не перед людьми. Ведь тщетно старались бы доказать ваши супружеские права друг на друга. Таким способом герцогиня исполнила взятое на себя обязательство. Вы сочетались с тайным браком, вследствие чего герцогине пришлось провести несколько месяцев в деревне, чтобы скрыться от глаз толпы. Буски Рос приехал в Мадрид. Я велел ему следить за тобой и под предлогом того, что шпион может выведать тайну, мы увезли Леонору в деревню. В дальнейшем пришлось услать тебя в Неаполь, потому что мы не знали, как тебя успокоить относительно твоей жены, а герцогиня хотела открыться тебе только после того, как живое доказательство вашей любви утвердит твои права на нее. Теперь, милая Вадора, умоляю тебя простить меня. Я ранил твое сердце, сообщая о смерти особы, которой никогда не существовало. Однако глубокое твое горе не было напрасным. Герцогиня с радостью убедилась, что в двух столь разных образах ты любил ее. Уже неделю хочу я, наконец, все тебе рассказать. И тут опять вся вина моя. Я решил, во что бы то ни стало вызвать Леонору с того света. Герцогиня согласилась взять на себя роль женщины в белом, однако это не она, а маленький трубочист из совой с такой легкостью бегал по крыше. Этот же самый бездельник следующей ночью пришел изображать хромого дьявола. Сел на подоконник и спустился на улицу на шнуре, привязанном к оконной задвижке. Не знаю, что было на дворе у кармелиток, но нынешним утром я снова велел за тобой следить и узнал, что ты долго стоял на коленях в исповедании. Я не люблю иметь дело с церковью и побоялся, как бы шутка не зашла слишком далеко. Поэтому я уже не противился желанию герцогини и решил, что сегодня ты все узнаешь. Вот что примерно сказал мне Толедо. Но я не очень-то его слушал. Я стоял на коленях у ног Мануэлы, дивное смятение выражало в ее чертах. Я отчетливо читал в них признание поражения. При победе моей присутствовали только два свидетеля. но от этого я чувствовал себя ничуть не менее счастливым. Я познал высшее удовлетворение в любви, в дружбе и даже в самолюбии. Какая минута для юноши. Когда цыган произнес эти слова, ему доложили, что пора заняться делами табора. Я повернулся к ровекке и сказал, что мы выслушали повесть о необычайном происшествии, которое, однако, объяснялось очень просто. Ты прав, ответила она. Может быть, и твои объясняются так же просто. День пятьдесят седьмой. Мы ждали каких-то важных событий. цыган рассылал во все стороны гонцов, нетерпеливо поджидая их возвращение, а на вопросы о том, когда мы двинемся в путь, качал головой, заявляя, что не может назначить срок. Пребывание в горах начало мне уже надоедать. Я был бы рад, как можно скорее явиться в полк. Но, несмотря на самое искреннее желание, вынужден был еще на некоторое время задержаться. Дни тянулись довольно однообразно, зато вечера скрашивало общество вожака цыган, в котором я открывал все новое достоинство. Любопытствуя относительно дальнейших его похождений, я на этот раз сам попросил его удовлетворить нашу любознательность, что он и сделал, начав так. Продолжение истории вожака цыган. Вспомните, как я обедал с герцогинями до Авила, до Сидония и другом своим Толеду, и как лишь тогда узнал о том, что гордая Эммануэла моя жена. Нас ждали экипажи, мы отправились в замок Суриэнте. Там новая неожиданность, та самая Дуэнья, которая была примнимой Леоноре в доме на улице Ретраде, представила мне малютку Мануэлу. Дуэнью звали Донья Русальба, и ребенок считал ее своей матерью. Суриэнте стоит на берегу Тахо, в одной из очаровательнейших местностей на свете. Однако прелесть природы недолго привлекало мое внимание. Отцовское чувство, любовь, дружба, сладкие упования, общее сердечное согласие поочередно услаждали жизнь. То, что мы называем счастьем в этой краткой жизни, наполняло все мои мгновения. Состояние это длилось, насколько помню, шесть недель. Пора было возвращаться в Мадрид. Мы приехали в столицу поздно вечером. Я проводил герцогини в ее дворец, взошел с ней на лестницу. Она была взволнована. Дон Хуан, сказала она мне, в Суриэнте ты был мужем Мануэлы, а в Мадриде ты вдовец Леоноры. Когда она произнесла эти слова, я заметил какую-то тень, за перилами лестницы. Я схватил эту тень за шиворот и подвел к фонарю. Это был Бускерос. Я уже хотел воздать ему должное за его шпионство, но герцогиня остановила меня одним взглядом. Этот взгляд не ускользнул от внимания Бускероса. Приняв обычный дерзкий вид, он промолвил «Синьора, я не мог удержаться от искушения полюбоваться мгновения твоей ослепительной наружностью. Конечно, никто не обнаружил бы меня в моем укрытии, если бы сияние твоей красоты не осветило этой лестнице подобно солнцу». Произнеся эти любезности, Бускерос сделал глубокий поклон и удалился. «Я боюсь», сказала герцогиня, «что мои слова достигли слуха этого негодяя. Пойди, Дон Хуан, поговори с ним и постарайся выбить у него из головы вредные мысли». Случай этот, видимо, очень встревожил герцогиню. Я оставил ее и догнал Бускероса на улице. «Многоуважаемый пасынок», сказал он, «ты чуть не огрел меня палкой, и тогда бы тебе не сдобровать, попал бы пальцем в небо». Прежде всего, нарушил бы уважение, которое ты мне обязан оказывать как мужу своей бывшей мачехи. А затем, имея в виду, что я уже больше не мелкий чиновник, каким ты меня знал когда-то, теперь я выбился в люди. И министерство, и даже двор оценили мои способности. Герцог Аркос вернулся из Лондона, и в большой милости прежняя его любовница сеньора Ускарис овдовела и находится в честной дружбе с моей женой. Так что мы задрали носы и никого не боимся. Но милый пасынок, скажи мне, что говорила тебе герцогиня? По всему было видно, что вы ужасно боялись, как бы я вас не подслушал. Предупреждаю тебя, мы не очень жалуем семейство Деавила, Сидониев и даже твоего холеного Толедо. Сеньора Ускарис не может ему простить, что он ее бросил. Я не понимаю, почему вы ездили все вместе в Суриенте. Однако в ваше отсутствие вами горячо интересовались. Вы об этом ничего не знаете. Вы невинны, как младенцы. Маркиз Медина, действительно ведущий свой род от Сидониев, хочет герцогского титула и руки юной герцогини для своего сына. Девочке нет еще одиннадцати лет, но это не помеха. Маркиз в давнишней тесной дружбе с герцогом Аркосом, любимцем кардинала Порто-Карреро, а тот всемогущ при дворе. Так что это все как-то устроится. Можешь уверить в этом герцогине. Но погоди еще, любезный пасынок, не думая, будто я не узнал в тебе мальчишку нищего с паперти святого Роха. Но ты был тогда не в ладах со святой инквизицией, а я не испытываю любопытства к делам, связанным с этим судом. Ну а теперь всего доброго, до свидания. Баскирос ушел, а я убедился, что он все такой же проныра и нахал, с той только разницей, что его услугами пользуются в высших сферах. На другой день я обедал со своими друзьями и передал им вчерашний разговор. Он произвел на слушателей гораздо более сильное впечатление, чем я предполагал. То Ледо, уже не такой красавец его лакита, как прежде, охотно попытался бы удовлетворить свое честолюбие, но, к несчастью, министр, на поддержку которого он рассчитывал граф Оропеса, ушел в отставку. И кавалеру приходилось подумать о выборе другого пути. Возвращение герцога Аркоса и милость, в которой тот был у кардинала, нисколько его не радовали. Герцогиня Седония, видимо, с ужасом думала о том времени, когда ей придется довольствоваться лишь пожизненной рентой. А герцогиня Авила, всякий раз, как шла речь о дворе или королевской милости, принимала неприступный вид. В какие минуты мне становилось ясно, что неравенство положений дает себя чувствовать даже при наличии самой искренней дружбы. Через несколько дней после этого, во время обеда у герцогини Седонии конюши герцога Веласкеса возвестил нам о прибытии своего господина. Герцог находился в расцвете лет. Он был красив, одевался по французской моде, никогда от нее не отступая, и это ему очень шло. Общительностью он тоже отличался от испанцев, которые обычно мало говорят, и, видимо, поэтому прибегают к гитаре сигаром. Веласкес наоборот, свободно переходил от одного предмета к другому и всегда умел сказать нашим дамам какую-нибудь любезность. Толедо был, конечно, умнее, но ум проявлялся только время от времени. Разговорчивость же неисчерпаема. Беседовать с Веласкесом нам очень нравилось, он даже сам заметил, что его слушают с интересом. Тогда, обращаясь к герцогине Седонии, он с громким смехом заметил, в самом деле это было бы восхитительно. Что именно? Спросила она. Да, сеньора, продолжал он, красота, молодость, эти достоинства ты разделяешь со многими женщинами, а вот тещи ты была бы самой молодой и красивой на свете. Герцогиня до сих пор никогда об этом не задумывалась. Ей было двадцать восемь лет. Было очень много молодых женщин моложе ее, и это был новый способ омолодиться, уверяю тебя, сеньора, продолжал Веласкес, я говорю чистую правду. Король поручил мне просить руки твоей дочери для молодого маркиза Медины. Его королевское величество очень желает, чтобы ваш знатный рот не угас. Все гранды высоко ценят эту заботливость. Что же касается тебя, сеньора, то что может быть прелестнее, как видеть тебя, напутствующий свою дочь к алтарю. Общее внимание, конечно, разделится надвое, но в твоем месте я появился бы в наряде точь-в-точь как платье дочери, к белым атласным с серебряным шитьем. Материю советую выписать из Парижа. Укажу тебе самые лучшие магазины. Я уже обещал одеть жениха на французский лад, он будет в светлом парике, а теперь откланяюсь. Порто-Карреро намерен пользоваться моими услугами, и я бы очень хотел, чтобы они всегда были столь приятны, как это. С этими словами Веласкис взглянул на каждую из дам, давая каждой из них понять, что она произвела на него более сильное впечатление, чем другая, отвесил несколько поклонов, повернулся на каблуках и ушел. Это называлось тогда во Франции светскими манерами. После его ухода наступило долгое молчание. Женщины размышляли о платьях с серебряным шитьем, а Толедо вспомнил о положении страны и воскликнул «Как? Неужели ему не на кого больше оперяться, кроме Аркосов Девеласкисов, самых легкомысленных людей во всей Испании? Если сторонники Франции так понимают дело, надо будет обратиться к Австрии». В самом деле Толедо тотчас же пошел к графу Гарреху, который был тогда императорским послом в Мадриде. Дамы отправились на Прадо, а я поехал с ними верхом. Вскоре мы встретили роскошный экипаж, в котором развалились сеньоры Ускарис и Бускерос. Возле них ехал верхом герцог Аркос. Бускерос, тоже спешивший за герцогом в этот самый день, получил орден колотравы, украшавший его грудь. При виде этого зрелища я остолбенел. У меня был орден колотравы, пожалованный мне, как я думал, за заслуги и прежде всего за прямодушный образ действия, снискавший мне сочувствие знатных и могущественных друзей. Теперь, видя этот самый орден на груди человека, которого я больше всего презирал, я, признаюсь, совсем растерялся, остановился, как вкопанный на том месте, где встретил экипаж сеньора Ускарис. Сделав круг по Прадо, видя, что я стою на том же самом месте, где он меня оставил, Бускерос с непринужденным видом подъехал ко мне и сказал, «Вот тебе доказательство, друг мой, что к одной и той же цели ведут разные пути. Я тоже совершенно так же, как ты, кавалер ордена Калатравы». Меня это до крайности возмутило, «Вижу», ответил я, «Но, кавалер ты или нет, сеньор Бускерос, предупреждаю тебя, если я когда-нибудь замечу, что ты шпионишь в домах, где я бываю, то я поступлю с тобой как с последним мерзавцем». Бускерос сделал самую приятную мину, какую только мог и ответил «Любезный пасынок, я бы должен потребовать от тебя объяснений, но не могу на тебя сердиться и всегда был и буду твоим другом. В доказательство я хотел бы потолковать с тобой о некоторых очень важных вещах, касающихся тебя, и в частности, герцогиня давила. «Если тебе это интересно и ты хочешь послушать, отдай свою лошадь стремянному и давай зайдем с тобой в кондитерскую». Задятое любопытство и забота о дорогом моему сердцу существе заставили меня согласиться. Бускирос велел принести прохладительные напитки и повел какие-то совершенно бессвязные речи. Сперва мы были одни, но вскоре пришло несколько офицеров в Волонской гвардии. Они сели за стол и заказали шоколад. Бускирос наклонившись ко мне промолвил в полголоса. «Милый друг, ты немного расстроился, подумав, что я подкрался к герцогине Авиле. Но я услыхал лишь несколько слов, и они не выходят у меня из головы». Тут Бускирос покатился со смеху, глядя на Волонских офицеров, потом продолжал. «Милый пасынок, герцогиня сказала про тебя. Там муж Мануэлы здесь удовец Леоноры». При этом Бускирос опять покатился со смеху, глядя по-прежнему на Волонских офицеров. Этот маневр повторился несколько раз. Волонцы встали, прошли в угол и в свою очередь заинтересовались нами. После этого Бускирос вскочил и ни слова не говоря ушел. Волонцы подошли к моему столику и один из них весьма учтиво обратился ко мне. «Мои товарищи и я хотели бы знать, что ваш товарищ нашел в нас такого смешного?» «Сеньор кавалер», ответил я, «вопрос этот вполне не обоснован. В самом деле, мой товарищ покатывался с усмеху по совершенно непонятному для меня поводу. Однако могу заверить, что предмет нашей беседы не имел никакого отношения к вам. Речь шла о семейных делах, в которых не было ничего смешного. сеньор кавалер возразил волонский офицер. «Я должен сказать, что ответ твой не вполне меня удовлетворяет, хотя и делает мне честь. Пойду передам его товарищам». Волонцы, видимо, стали совещаться между собой и спорить с тем, который передал им свой привет. Через некоторое время тот же самый офицер опять подошел ко мне и промолвил. «Товарищи мои, и я расходимся в том, какие выводы вытекают, сеньор кавалер, из твоего любезного объяснения. Товарищи мои считают, что мы должны им удовлетвориться к несчастью, я держусь противоположного мнения. И это так меня огорчает, что, желая предупредить последствия моего взгляда, я предложил каждому из них дать отдельно удовлетворение. Что же касается тебя, сеньор кавалер, то я признаю, что должен обратиться к сеньору Бускеросу, но смею думать, что та слава, которой он пользуется, не сулит мне никакой чести от поединка с ним. «А с другой стороны, сеньор, ты был вместе с Доном Бускеросом, и даже когда тот смеялся, смотрел на нас, полагаю поэтому, что, не придавая никакой важности этому делу, будет справедливо, если мы окончим наше объяснение с помощью той самой шпаги, которая у каждого из нас на боку». Сначала товарищи капитана хотели убедить его, что у него нет повода драться ни с ними, ни со мной. Но, зная, с кем имеют дело, в конце концов, перестали уговаривать, и один из них предложил мне себя секундантом. Все пошли на место боя. Я легко ранил капитана, но в то же самое мгновение получил в правую сторону груди укол, похожий на булавочный. Однако вскоре меня охватила смертная дрожь, и я упал без чувств. Когда цыган дошел до этого места повествования, его прервали, и он пошел заниматься делами табора. Каббалист, обращаясь ко мне, сказал, «Если я не ошибаюсь, офицером, который ранил сеньора Авадору, был твой отец». «Совершенно верно», ответил я. «Об этом упоминается в хронике поединков, составленные моим отцом. Причем отец добавляет, что, опасаясь лишних споров с офицерами, не разделяющими его мнения, он в тот же самый день дрался с троими и ранил их. «Синьор капитан», промолвила Ревекка, «твой отец проявил необычайную предусмотрительность. Опасение лишних ссор заставило его драться четыре раза на поединках в один и тот же день. Шутка, которую позволила себя Ревекка по адресу моего отца, очень мне не понравилась, и я хотел было ответить ей, но тут общество разошлось, чтобы собраться только на другой день. День пятьдесят восьмой. Вечером цыган продолжал так, продолжение истории вожака цыган. Очнувшись, я увидел, что мне пускают кровь из обеих рук. Как сквозь туман узнал я своих друзей, на глазах у всех были слезы. Я опять потерял сознание. Шесть недель я находился в состоянии подобном тяжелому сну и даже смерти. Опасаясь за мое зрение, ставни держали все время закрытыми, а во время перевязок мне завязывали глаза. Наконец, мне разрешили смотреть и разговаривать. Врач принес мне два письма, одно от Толеда, который извещал меня, что едет в Вену, но с какими поручениями было непонятно. Другой от герцогини Авилы, но написанной не ее рукой. Она сообщала, что ведутся кое-какие розыски на улице Ретрада и что за ней следят и даже в ее собственном доме. Выведенная из себя она уехала в свои имения или, как говорят в Испании, владения. После того, как я прочел оба письма, врач велел закрыть ставни и предоставил меня моим собственным мыслям. И в самом деле, на этот раз я стал размышлять по-настоящему. До тех пор жизнь казалась мне усыпанной розами, только теперь я почувствовал тернии. По прошествии пятнадцати дней мне разрешили проехаться по Праду. я хотел выйти из коляски и пройтись, но у меня не хватило сил, и я сел на скамейку. Вскоре ко мне подошел болонский офицер, взявший на себя роль моего секунданта. Он сказал мне, что противник мой все время, пока я был в опасности, предвался неистовому отчаянию, и что он просит позволения обнять меня. Я согласился. Мой противник припал к моим ногам, прижал меня к своему сердцу и, уходя, произнес голосом, прерывающимся от рыдания сеньора Вадоро, дай мне возможность биться за тебя, это будет самый счастливый день в моей жизни. Вскоре после этого я увидел Бускероса, который со своей обычной бесцеремонностью подошел ко мне и сказал милый пасынок, ты получил чересчур строгий урок. Завтра я сам должен был бы дать его тебе, но, конечно, так не сумел бы. Дорогой отчим, ответил я, я нисколько несетую на рану, которую нанес мне тот храбрый офицер. При мне шпага в предвидении того, что нечто подобное может со мной случиться. что до твоего участия в этом деле, то, по-моему, надо тебя отблагодарить за него, обработав твою шкуру как следует палкой. Полегче, полегче, милый пасынок, возразил Бускерос. Последнее вовсе не обязательно и в данный момент противоречит даже этикету. С того времени, как мы виделись в последний раз, я ведь стал важной персоной, вроде помощника министра. Надо рассказать тебе это подробно. Его преосвященство кардинал Коррера, увидев меня несколько раз в свете герцога Аркоса, изволил улыбнуться особенно ласково. Это меня ободрило. Я стал являться в дни приема, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Однажды его преосвященство подошел ко мне и сказал в полголоса, «Мне известно, сеньор Бускероз, что ты принадлежишь к числу наиболее осведомленных в том, что делается в городе». На что я с удивительной находчивостью ответил, ваше преосвященство, «Венецианцы, которые слывут неплохими правителями своей страны, относят это качество к числу тех, которые обязательны для каждого, желающего принимать участие в делах государства». «Я не правы», заметил кардинал, после чего побеседовал еще с несколькими посетителями и удалился. «Через четверть часа ко мне подошел гофмаршал со словами «Сеньор Бускерос, его преосвященство поручило мне пригласить тебя к обеду, и, как мне кажется, он даже хочет после обеда с тобой поговорить. Предупреждаю тебя, однако, сеньор, чтобы ты не очень затягивал беседу, так как его преосвященство много ест и после этого не в силах бороться со сном. Я поблагодарил гофмаршала за дружеский совет и остался обедать вместе с несколькими другими сотрапезниками. Кардинал один съел почти целую щуку. После обеда он велел позвать меня к нему в кабинет. «Ну как, сеньор, Дон Бускерос?» промолвил он. «Не узнал ты за последние дни чего-нибудь любопытного?» Вопрос кардинала поставил меня в тупик, так как ни в этот день, ни за все предшествующие я не обнаружил ничего любопытного. Однако, после минутного раздумья я ответил, «Ваше преосвященство, на днях я узнал о существовании ребенка австрийской крови». Кардинал страшно удивился. «Да, продолжал я. Ваше преосвященство может быть припомнит, что герцог Авила состоял в тайном браке с инфантой Беатрисой. От этого брака после него осталась дочь по имени Леонора, которая вышла замуж и родила ребенка. Леонора умерла, ее похоронили в монастыре кармелиток, я видел ее надгробие, которое потом бесследно исчезло». «Это может очень повредить Авилам и Сориэнта», сказал кардинал. Его преподобие сказал бы, может быть, больше, но щука ускорила наступление сна, и я почел заблаго удалиться. Все это было три недели тому назад. В самом деле, милый пасынок, там, где я видел надгробие, его больше нет, а я хорошо помню, что на нем значилось Леонора Авадоро. Я не стал упоминать твое имя при его преосвященстве не потому, что хотел соблюсти твою тайну, а просто отложил сообщение об этом до другого времени». Врач, сопровождавший меня на прогулке, отошел на несколько шагов. Вдруг он заметил, что я побледнел и готов потерять сознание, он сказал Бускеросу, что вынужден прервать нашу беседу и отвезти меня домой. Я вернулся. Врач прописал мне прохлаждающее питье, велел закрыть ставни. Я погрузился в размышления. Многое показалось мне крайне унизительным. Вот так, думал я, всегда получается с теми, кто якшается со знатью. Герцогиня вступает со мной в брак, в котором нет ничего реального, и я из-за какой-то выдуманной Леоноры навлекаю на себя подозрения правительства и вынужден слушать всякие вздоры от человека, которого презираю. А с другой стороны, не могу оправдаться, не выдав герцогиню, которая слишком горда, чтобы объявить о нашем браке. Тут я подумал о двухлетней малютке Мануэле, которую прижимал к своей груди в Суренте, которую не смел называть своей дочерью. Ненаглядная моя девочка воскликнул я, какую будущность готовит тебе судьба? Не монастырь ли, но нет, нет, я твой отец, и если речь зайдет о твоей судьбе, я сумею оградить тебя от всех козней, хотя бы за это пришлось заплатить жизнью. Мысль о ребенке совсем меня расстроила. Я залился слезами, и вскоре после этого и кровью, так как рана моя открылась. Я кликнул, лекарей меня перебинтовали, после чего я написал герцогине и послал письмо с одним из ее слуг, которого она при мне оставила. Через два дня я опять поехал на Праду. Там было необычайное смятение. Мне сказали, что король умирает. Я подумал, что, может быть, о моем деле забудут, и не ошибся, на другой день король умер. я сейчас же отправил к герцогине второго гонца, чтобы уведомить ее об этом. Через два дня после этого вскрыли королевское завещание и узнали, что на трон будет возведен Филипп Анжуйский. До сих пор воля покойного короля хранилась в строгой тайне, а теперь, став общественным достоянием, она, несказанно, всех удивила. Я послал герцогине третьего гонца. Она ответила сразу на три моих письма и назначила мне свидание в Сориенте. Как только я почувствовал себя в силах, я сейчас же отправился в Сориенте, куда герцогиня приехала двумя днями позже. Нам счастливо удалось вывернуться, сказала она мне. Этот негодяй Бускерос уже напал на след и дело несомненно кончилось бы тем, что наш брак был бы обнаружен. Я умерла бы от огорчения. Конечно, я понимаю, что не права, но пренебрегая за мужеством, я как будто становлюсь выше всех женщин, да и вас мужчин. Душой моей обладела злосчастная гордыня, и даже если бы я употребила все свои силы на то, чтобы ее сломить, клянусь тебе все было бы напрасно. А твоя дочь прервал я, что будет с ней. Неужели я ее больше не увижу? Увидишь, ответила герцогиня, но сейчас не напоминай мне о ней. Ты не можешь себе представить, как меня мучает необходимость прятать ее от глаз света. В самом деле герцогиня страдала, но к моим страданиям она прибавляла еще унижение. Моя гордость тоже соединялась с любовью, которую я испытывал к герцогине. Это была заслуженная расплата за грех. Австрийская партия выбрала с ориента местом общего съезда. Я увидел одного за другим всех пребывающих графа Оропесу, герцога Инфантадо, графа Мельсарра и много других знатных акад, не перечисляя уже тех, которые казались сомнительными. Среди этих последних я узнал некоего Уседу, выдававшего себя за астролога и усиленно набивавшегося ко мне в друзья. Под конец приехал один австриец по фамилии Дарлепш, фаворит вдовствующей королевы и заместитель посла после отъезда графа Гараха. Несколько дней ушло на совещание и, наконец, началось торжественное заседание вокруг покрытого зеленым сукном большого стола. Герцогиня была допущена к участию. Я убедился, что честолюбие или, вернее, желание вмешиваться в дела государства полностью овладело ею. Граф Оропеса, обращаясь к Дарлепшу, сказал, «Ты видишь здесь собрание лиц, с которыми последний австрийский посол советовался относительно испанских дел. Мы не французы, не австрийцы, мы испанцы. Если французский король согласится с завещанием, нашим королем станет, разумеется, его внук. Трудно предвидеть последствия этого, но могу поручиться, что никто из нас не начнет междоусобной войны». Дарлепш утверждал, что вся Европа вооружится и ни в коем случае не потерпит, чтобы дом Бурбонов сосредоточил в своих руках власть над столь обширными государствами. Затем он выразил пожелание, чтобы сторонники австрийской партии выслали в Вену своего представителя. Граф Орпеса остановил свой взгляд на мне, и я решил, что он назовет меня, но он, подумав, ответил, что рано еще предпринимать столь решительный шаг. Берлип заявил, что оставит кого-нибудь в стране, впрочем, ему нетрудно было заметить, что присутствующие на этом заседании ждут только подходящего момента для открытого выступления. После закрытия заседания я вышел в сад, чтобы встретиться с герцогиней и сказал ей о том, что когда зашла речь о высловке в Вену у полномоченного, граф Форопеса поглядел на меня. Сеньор Дон Хуан, ответила она, признаюсь, мы уже говорили о тебе в этой связи и даже я сама тебя выдвинула. Я знаю, ты осуждаешь меня, ну что ж это верно, я виновата, но я хочу объяснить тебе, в каком я положении. Я не создана для любви, но твоя любовь сумела взволновать мое сердце. Прежде чем отказаться от радости и любви, мне захотелось изведать их и, представь себе, они ничуть не изменили моих взглядов. Права, которые я дала тебе над моим сердцем и надо мной, даже слабые, теперь невозможны. Я стерла малейшие их следы. Хочу теперь провести несколько лет в свете, и по возможности влиять на судьбу Испании, а потом основную монастыть для благородных девиц и сама буду первой его настоятельницей. Что касается тебя, сеньор Дон Хуан, ты поедешь к приору Толеду, который уже оставил Вену и отправился на Мальту. Но так как ты подвергаешь себе риску из-за партии, к которой присоединился, я покупаю все твои владения и обеспечиваю их стоимость своими землями в Португалии, в королевстве Альгарде. Это не единственная предосторожность, которую тебе надо принять. В Испании есть такие места, неизвестные правительству, где можно прожить в безопасности всю жизнь. Я поручу одному человеку познакомить тебя с ними. То, что я говорю, видимо, удивляет тебя, сеньор Дон Хуан. Прежде я относилась к тебе нежнее, но меня встревожило шпионство Гускероса и решение мое бесповоротно. С этими словами Герцогиня предоставила меня моим мыслям, которые приняли не вполне благоприятные для знати направления. «Будь проклят и земные полубоги», воскликнул я, для которых остальные смертные ничто. Я стал игрушкой в руках женщины, которая вздумала проверять на мне, созданное ее сердце для любви или нет, и которая обрекает меня на изгнание, считая для меня слишком большим счастьем служить ей и ее друзьям. Но этому не бывать. благодаря моей незначительности я еще смогу пожить спокойно. Последние фразы я произнес довольно громко и вдруг чей-то голос ответил мне «Нет, сеньор Авадор, ты не можешь жить спокойно». Обернувшись, я увидел между деревьями того самого астролога Уседу, о котором я уже упоминал сеньор Дон Хуан, сказал он мне. «Я слышал часть твоего монолога и могу тебя уверить, что в бурное время никому не удается иметь покой. ты находишься под могучим покровительством и не должен им пренебрегать. Поезжай в Мадрид, совершай продажу, которую предлагает тебе герцогиня, а оттуда отправляйся в мой замок. Не напоминай мне о герцогине, перебил я с возмущением. «Хорошо», сказал астролог, «В таком случае поговорим о твоей дочери, которая находится в моем замке». Желание прижать к сердцу своего ребенка умерило мой гнев, а с другой стороны мне не следовало пренебрегать помощью моих покровителей. Я поехал в Мадрид и объявил, что уезжаю в Америку. Передал свой дом и все, что имел в руки поверенного герцогини и тронулся в путь со слугой, которого мне рекомендовал Усэда. Разными проселочными дорогами добрались мы до замка, в котором вы были и где познакомились с его сыном, присутствующим среди нас почтенным каббалистом. Астролог встретил меня ворот со словами «Синьор Дон Хуан, здесь я уже не Усэда, а Мамун Денгерсом, еврей по религии и происхождению». Потом он показал мне свою обсерваторию, лаборатории и все закоулки своего таинственного жилища. «Объясни мне, пожалуйста», сказал я ему. «Имеет ли твое искусство какое-нибудь реальное основание?» сказали, что ты астролог и даже чернокнижник. «Хочешь, произведем опыт?» ответил он. «Смотри вот в это венецианское зеркало, а я пойду закрою ставни». Сначала я ничего не видел, но через некоторое время в глубине зеркала стало как будто понемногу светлеть. Я увидел герцогиню Мануэлу с ребенком на руках. Когда цыган произнес последние слова и мы все превратились в слух с нетерпением ожидая, что будет дальше, пришел один из таборных с отчетом за день. Цыган ушел, и в тот день мы его больше не видели. День пятьдесят девятый. На другой день мы никак не могли дождаться вечера и собрались задолго до прихода цыгана. Довольный тем, что вызвал в нас такой интерес, он без нашей просьбы сам начал рассказ. Продолжение истории вожака цыган. Я остановился на том, что, глядя в венецианское зеркало, увидел герцогиню с ребенком на руках. Через некоторое время видение исчезло. Мамон открыл ставни, и тогда я сказал, почтенный чернокнижник, я думаю, для околдования моих глаз ты не прибегал к помощи нечистой силы. Я знаю герцогиню. Однажды она меня уже обманула куда более удивительным способом. Словом, если я видел ее изображение в зеркале, то уверен, что она находится в этом замке. Ты не ошибся, ответил Мамон. И мы сейчас пойдем к ней завтракать. Он открыл потайную дверь. Я упал к ногам жены, которая не могла скрыть своего волнения. Наконец, овладев собой, она промолвила Дон Хуан, я должна была сказать тебе все, что говорила в Суриенте, так как это правда, решение мое бесповоротное, но после того, как ты уехал, я пожалела о своей жестокости. Природный инстинкт заставляет женщин содрогаться перед каждым бессердечным поступком. Подчиняясь ему, я решила дождаться тебя здесь и в последний раз проститься с тобой. Сеньора, ответил я герцогине, ты была единственной мечтой моей жизни и заменишь мне действительность. На путях будущей судьбы своей забудь навеки о Доне Хуане, пусть будет так, но помни, я оставляю у тебя свою дочь, ты скоро ее увидишь, прервала герцогиня, и мы с тобой вместе вручим ее тем, кто будет отныне заботиться о ее воспитании. Что вам сказать? Мне казалось тогда, да и теперь кажется, что герцогиня была права. В самом деле, разве я мог жить с ней, не будучи и будучи ее мужем. Даже если нам удалось бы избежать любопытства посторонних, мы не укрылись бы от глаз наших слуг, и соблюсти тайну было бы невозможно. Нет никакого сомнения, что судьба герцогини сложилась бы совсем иначе, так что мне казалось, она была права. Я покорился и стал ждать скорого свидания с моей маленькой Ундиной. Ей дали такое имя, потому что она была крещена водой анимиром. Мы вместе обедали. Мамон сказал герцогине сеньора, по-моему, следовало бы уведомить сеньора относительно некоторых обстоятельств, о которых он должен знать, если ты того же мнения я возьму это на себя. Герцогиня согласилась. Тогда Мамон обратился ко мне с такими словами. Сеньор Дон Хуан, ты ступаешь по земле недоступной взору простого смертного. Здесь каждый клочок дает тайну. Эта горная цепь полна пещер и подземельей. Там живут мавры, после изгнания из Испании они никогда оттуда не выходили. Вон в той долине, что раскинулась перед твоими глазами, ты увидишь воображаемых цыган, одни из которых магометане, другие христиане, а третьи не исповедуют вовсе никакой религии. на вершине той скалы ты видишь звонницу, увенчанную крестом. Это монастырь доминиканцев. У святой инквизиции есть основания смотреть сквозь пальцы на то, что тут делается, а доминиканцы обязаны ничего не видеть. В доме, где ты находишься, живут израильтяне. Каждые семь лет испанские и португальские евреи собираются здесь для празднования субботнего года. Ныне они празднуют его в 438 раз, считая с юбилейного года, который отметил Иисус Новин. Я сказал тебе, сеньор Авадор, что среди цыган, живущих в этой долине, одни магометане, другие христиане, третьи не исповедуют вовсе никакой веры. На самом деле, эти последние язычники, потомки Карфагенин. В царствовании Филиппа II было сожжено несколько сот таких семейств. Только некоторые укрылись на берегах маленького озера, образовавшегося, как говорят, в кратере вулкана. У доминиканцев этого монастыря там есть своя часовня. Вот что мы придумали сеньор Авадора насчет маленькой Ундины, которая никогда не узнает о своем происхождении. Ее матерью считается Дуэнья, женщина безраздельно преданная герцогине. Для твоей дочери выстроен славный домик на берегу озера. Доминиканцы этого монастыря научат ее основам религии, остальное предоставим заботам проведения. Ни один любопытный не доберется до берегов озера Лафрита. Пока мамун это говорил, герцогиня уронила несколько слезинок, а я не мог удержаться от плача. На другой день мы отправились вот к этому самому озеру, возле которого находимся сейчас мы с вами, и устроили здесь маленькую Ундину. А на следующий день герцогиней обладела прежняя гордость и высокомерие, и, признаюсь, прощание наше не было особенно нежным. Не задерживаясь больше в замке, я сел на корабль, высадился в Сицилии и договорился с капитаном Спаренажей, который взялся доставить меня на Мальту. Там я пошел к приору Толеду. Благородный друг мой сердечно обнял меня, отвел в отдельную комнату, запер дверь на ключ, через полчаса дворецкий приора принес мне обильную снедь, а вечером пришел сам Толеду с большой пачкой писем или, как выражаются политические деятели, дипеш подмышкой, на другой день я уже выехал с посольством к арцгерцогу Дон Карлосу. Я застал его императорское высочество в Вене. Как только я отдал ему дипеши, меня сейчас же заперли в отдельной комнате, как на Мальте. Через час ко мне вошел сам арцгерцог. Он проводил меня к императору и сказал, «Имею честь представить вашему императорско-апостольскому величеству маркиза Кастелли, сардинского дворянина и одновременно просить для него звания камергера». Император Леопольд, придав своей нижней губе самое приветливое выражение, спросил меня по-итальянски, как давно я оставил Сардинию. Я привык разговаривать с монархами, а еще меньше лгать, так что вместо ответа склонился в глубоком поклоне. «Очень хорошо», промолвил император. «Зачисляю вашу милость в свиту моего сына». Таким способом я сразу волей-неволей стал маркизом Кастелли и сардинским дворянином. В тот же самый вечер у меня страшно разболелась голова, на другой день началась горячка, а через два дня оказалась оспа. Я заразился ею на одном из постоялых дворов Каринтии. Болезнь была очень тяжелой и даже опасной. однако я вылечился и не без выгоды, так как маркиз Кастелли совсем не похож на Дона Авадоро. Переменив фамилию, я изменил и наружность. Теперь, меньше, чем когда-либо, можно было узнать во мне ту Эльвиру, которая когда-то должна была стать вице-королевой Мексики. Как только я выздоровел, мне сейчас же вручили почту из Испании. Между тем, Филипп Аржуйский правил Испанией и Индией, и даже сердцами своих подданных, но понять не могу, какой бес вмешивается в такие минуты в дела властителей. Король Дон Филипп и его королева, его супруга, стали в некотором роде первыми подданными герцогине Арсении. Кроме того, в Государственный Совет допускали французского посла кардинала Дестре, что крайне возмущало испанцев. Мало того, французский король Людовик XIV, считая, что ему все позволено, расположил в мантуе французский гарнизон. Тогда у арцгерцога Дона Карлоса появилась надежда взять власть в свои руки. Это было в самом начале 1703 года. Однажды вечером арцгерцог послал за мной. Сделав несколько шагов навстречу мне, он изволил меня обнять и даже нежно прижать к своему сердцу. Такой прием судил нечто необычайное Костелли, сказал арцгерцог. У тебя нет никаких вестей от приора Толеду. Я ответил, что пока никаких нет. Это был замечательный человек, прибавил арцгерцог после небольшого молчания. Как это был, удивился я. Да, да, продолжал арцгерцог. Именно был. Приор Толеда умер на Мальте от гнилой лихорадки. Но ты найдешь в моем лице второго Толеда. Оплачь своего друга и будь верен мне. Я оплакал горькими слезами потерю друга и понял, что теперь мне уж не удастся перестать быть Костелли. Я стал послушным орудием в руках арцгерцога. На следующий год мы отправились в Лондон. Оттуда арцгерцог поехал в Лиссабон, а я к войску лорда Петерборо, которого, как я уже вам говорил, когда-то имел честь знать в Неаполе. Я был при нем, когда он, вынудив Барселону сдаться, прославил себя благородным поступком. Во время капитуляции некоторые отряды союзных армий вступили в город и принялись его грабить. Герцог Пополи, который тогда командовал войсками от имени короля Дона Филиппа, пожаловался лорду на это. «Позволь мне на минуту войти в город с моими англичанами», сказал Петерборо, «И ручаюсь тебе, что наведу полный порядок». Он сделал, как говорил, после чего вышел из города и предложил почетные условия капитуляции. Вскоре после этого эрцгерцога владел почти всей Испанией и прибыл в Барселону. Я состоял в его свите по-прежнему под фамилией Маркиза Костелли. Однажды вечером, гуляя в свите эрцгерцога по главной площади, я увидел человека, походка которого то медленная, то вдруг стремительная, напомнила мне Дона Бускероса. Я велел следить за ним. Мне донесли, что это какой-то неизвестный с наклеенным носом, называющий себя доктором Рубустием. Я ни минуты не сомневался, что это мой мерзавец, проникший в город с целью шпионить за нами. Я сообщил об этом эрцгерцогу, который предоставил мне право поступить с ним, как я найду нужным. Прежде всего, я велел посадить негодяя в караулю, а затем во время парада поставил от караульни до пристани два ряда гренадежев, предварительно вооружив каждого гибким березовым прутом. Они были расставлены один от другого на расстоянии, не мешающим свободному движению правой руки. Дон Бускерос, выходя из карауни, понял, что эти приготовления касаются его, и он, как говорится, виновник торжества. И вот он пустился бежать изо всех сил, получив таким образом лишь половину ударов, но все же на его долю пришлось их не менее двухсот. На пристани он бросился в шлюпку, которая доставила его на палубу фрегата, где ему была предоставлена возможность заняться лечением своей спины. пришло уже время заняться делами табора, и цыган оставил нас, отложив дальнейшее повествование на завтра. День шестидесятый. На другой день цыган начал так. Продолжение истории вожака цыган. Около десяти лет пробыл я при Эрцгерцоге. Уныло протекли у меня лучшие годы жизни, хоть, правда, и то, что невеселее протекали они и у остальных испанцев. Распли, которые, казалось, вот-вот прекратятся, между тем все продолжались. Сторонников Дона Филиппа огорчала его слабость герцогине Арсине, но приверженцы Дона Карлоса тоже не имели основания радоваться. Обе партии совершали множество ошибок, чувство усталости и досады было всеобщим. Герцогиня Авила долгое время являясь душой австрийской партии, быть может, перешла бы на сторону Дона Филиппа, но ее отталкивала необузданная высокомерие герцогиню Арсинии. В конце концов, последней пришлось на время покинуть арену своей деятельности и удалиться в Рим. Однако вскоре она вернулась еще более торжествующая, чем когда-либо. Тогда герцогиня Авила уехала в Альгарве и заняла с устройством своего монастыря. Герцогиня Сидония потеряла одного за другим дочь и зятя, род Сидонии Фугас, владения перешли к семейству Медина Сели, а герцогиня уехала в Андалузию. В 1711 году эрцгерцог вступил на трон после своего брата Иосифа и стал императором под именем Карла VI. Теперь ревность Европы перенеслась с Франции на него. В Европе не желали, чтобы Испания была под одним скипетром с Венгрией. Австрийцы ушли из Барселоны, оставив в ней маркиза Кастелли, к которому жители питали безграничное доверие. Я не жалел усилий, чтобы как-нибудь их образумить, но все было напрасным. Не могу понять, какое безумие овладело умами каталонцев. Они решили, что смогут противостоять всей Европе. Среди этих событий я получил письмо от герцогини Авилы. Теперь она подписывалась уже настоятельница Вальсанта. Текст письма сводился к следующему. Как только сможешь, поезжай к Усседи и постарайся увидеть Ундину. Но сперва поговори с приором доминиканцев. Герцог Пополи во главе войск короля Дона Филиппа осадил Барселону. Прежде всего он велел построить виселицу в 25 пяди высотой для маркиза Костелли. Я собрал самых знатных жителей Барселоны и сказал им «Синьоры, я высоко ценю ту честь, которую вы мне оказываете своим доверием, но я не военный, и следовательно не гожусь вам в командующую. А с другой стороны, если вы вдруг будете вынуждены сдаться, то первым условием вашей капитуляции будет требование выдать меня, что, разумеется, окажется для вас весьма неприятным. Поэтому лучше мне проститься с вами и навсегда вас покинуть». Раз вступив на путь безрассудства, толпа старается увлечь за собой как можно больше людей и думает, что очень много выиграет, если откажет кому-нибудь в выдаче паспорта. Мне не разрешили уехать, но я уже давно к этому приготовился. У берега меня ждало заранее нанятое судно. Я взошел на него в полночь, а на другой день вечером уже высадился в Флориано, рыбацкой деревушке в Андалузии. Щедро наградив матросов, я отослал их обратно, а сам пустился в горы. Долго не мог узнать дороги, но в конце концов отыскал замок Уседы и самого владельца, который, несмотря на астрологию, с большим трудом меня вспомнил. «Сеньор Дон Хуан», сказал он, или, вернее, «Сеньор Костелли». «Твоя дочь здорова и невыразимо прекрасна, а об остальном тебе расскажет приор доминиканцев». Два дня спустя ко мне вошел седой монах и сказал, «Сеньор Кавалер, святая Инквизиция, членом которой я являюсь, полагает, что на многое происходящее в этих горах ей следует смотреть сквозь пальцы». Она поступает так в надежде вернуть заблудших овец, которых здесь изрядное количество. Пример их произвел на юную Ундину пагубное влияние. Вообще эта девица держится странным образом мысли, и когда мы преподавали ей первоосновы святой нашей веры, она слушала со вниманием, и по ее поведению трудно было подумать, что она сомневается в правоте наших слов. Однако через некоторое время она стала участвовать в магометанских молениях, церемониях и даже празднествах язычников. Съездь, сеньор кавалер, на озеро Ла Фрита, и так как ты имеешь на нее права, постарайся проникнуть в ее сердце. Я поблагодарил почтенного доминиканца и отправился на берег озера. Прибыл на мыс, расположенный в северной стороне озера, и увидел парус, скользящий по воде с быстротой молнии. Меня удивило устройство судна. Это была узкая длинная лодка наподобие плоскодонки с двумя поперечными, которые, создавая противовес, не давали ей перевернуться. Крепкая мачта держала трехугольный парус, а молодая девушка, налегая на весла, казалось, летит, едва касаясь водной глади. Необычный корабль подплыл к тому месту, где я стоял. Девушка вышла на берег. У нее были голые руки и ноги, зеленое шелковое платье облегало ее тело, волосы буйными кудрями падали на белоснежную шею, и она порой встряхивала ими, как гривой. Вид ее напоминал дикарей Америки. Ах, Мануэла, Мануэла, воскликнул я. Ведь это наша дочь. В самом деле это была она. Я пошел к ней домой. Дуэнья Ундины уже несколько лет как померла, тогда герцогиня сама приезжала и отдала дочь в одну волонскую семью, но Ундина не хотела признавать над собой никакой власти. Она по большей части молчала, лазила на деревья, взбиралась на скалы, кидалась в озеро. При всем том она не была лишена ума. Так, она сама изобрела тот прелестный корабль, который я только что вам описал. Призвать ее к послушанию было только одно средство приказать от имени отца. Как только я к ней пришел, решили тотчас ее позвать. Она пришла вся дрожа и встала предо мной на колени. Я прижал ее к сердцу, осыпал ласками, но не мог добиться от нее ни слова. После обеда Ундина опять пошла на свой корабль. Я сел рядом с ней, она взяла оба весла и выплыла на середину озера. Я попробовал завязать с ней разговор. Она сейчас же положила весла и стала как будто внимательно меня слушать. Мы находились в восточной части озера, прямо возле обступивших его отвесных скал. «Дорогая Ундина», сказал я, «Ты внимательно слушала поучения святых отцов из монастыря? Ведь ты разумное существо, у тебя есть душа, и руководить тобой на твоем жизненном пути должна религия». Но в самый разгар моих родительских наставлений она вдруг бросилась в воду и скрылась из глаз. Мне стало страшно, я поспешил в дом и стал звать на помощь, но меня успокоили, объяснив, что ничего особенного не произошло. Вдоль скал тянутся пещеры или гроты, которые сообщаются между собой. Ундини эти переходы хорошо знакомы. Нырнув, она исчезала иногда на несколько часов. И в самом деле она скоро вернулась, но теперь я уж не стал читать ей наставлений. Как я уже говорил, у нее не было недостатка в умственных способностях, но выросшая в глуши, предоставленная самой себе, она не имела ни малейшего представления о том, как себя ведут в обществе. через несколько дней ко мне пришел какой-то монастырский послушник от герцогини, вернее настоятельницы Мануэлы. Он дал мне рясу, такую же, как у него, и проводил меня к ней. Мы прошли вдоль морского берега до устья Гвадианы, оттуда добрались до Альгарзе и, наконец, прибыли в Вальсанте. Монастырь был уже почти готов. Настоятельница приняла меня в комнате для бесед с обычным величием, однако, отослав свидетелей, расчувствовалась. Гордые мечты ее развеялись, осталось лишь горькое сожаление о невозвратимых радостях любви. Я заговорил было о бундине, настоятельница, вздохнув, попросила меня отложить этот разговор на завтра. Поговорим о тебе, сказала она. Друзья твои не забыли о твоей участи. Твое имущество в их руках удвоилось, но вопрос в том, под какой фамилией ты сможешь им пользоваться, ведь вряд ли ты захочешь и дальше считаться маркизом Костелли. Король не прощает тех, кто участвовал в каталонском нитяже. Мы долго беседовали об этом, не приходя ни к какому определенному решению. Через несколько дней Мануэла передала мне секретное письмо австрийского посла. Он в лёгких выражениях звал меня в Вену. Признаться, мало что в жизни меня так обрадовало. Я ревностно служил императору, и благодарность его была для меня самой сладкой наградой. Однако я не поддался обольщению обманчивых надежд. Я знал придворные нравы. Мне позволяли быть в милости у эрцгерцога, который тщетно добивался трона, но я не мог рассчитывать, чтобы меня терпели при особе первого христианского монарха. Особенно опасался я одного австрийского вельможи, который всегда старался мне вредить. Это был тот самый граф Альтгейм, который впоследствии приобрел такое значение. Несмотря на это, я отправился в Вену и припал к стопам его апостольского величества. Император изволил обсудить со мной вопрос о том, не лучше ли мне сохранить фамилию маркиза Костелли, чем возвращаться к прежней и предложил мне видный пост в своем государстве. Доброта его растрогала меня, но тайное предчувствие говорило, что я не воспользуюсь ей. В то время несколько испанских сеньоров навсегда оставило отечество и поселилось в Австрии. Среди них были графы Лориос, Оиас, Васки, Старука и еще некоторые другие. Я хорошо знал их, и все они уговаривали меня последовать их примеру, таково было и мое желание, но тайный враг, о котором я вам говорил, не дремал. Узнав обо всем, что было на аудиенции, он тотчас уведомил об этом испанского посла. Тот решил, что, преследуя меня, он выполняет свои дипломатические обязанности. Как раз шли важные переговоры. Посол стал выискивать препятствия и к возникшим трудностям присоединил свои замечания о моей особе и о той роли, которую я играл. Этот путь привел его к желанной цели. Вскоре я заметил, что положение мое совершенно изменилось, мое присутствие стало как будто смущать лицемерных придворных. Я предвидел эту перемену еще до приезда в Вену и не особенно огорчился. Попросил прощальной аудиенции. Мне дали ее, не напоминая ни о чем. Я уехал в Лондон и только через несколько лет вернулся в Испанию. Вернувшись, я увидел, что настоятельница бледна и изнурена болезнью. Дон Хуан сказала она мне. Ты, конечно, видишь, как я изменилась под влиянием времени. Откровенно говоря, я чувствую, что близок конец моей жизни, которая уже не имеет для меня никакой прелести. Великий Боже, сколько упреков заслужила я от тебя. Послушай, Дон Хуан, дочь моя умерла в язычестве, а внучка Магометанка мысль об этом убивает меня. Вот, читай. С этими словами она подала мне следующее письмо от Уседы. Синьора и почтенная настоятельница, во время моего посещения Мавров в их пещерах я узнал, что со мной хочет говорить какая-то женщина. Я отправил свое жилище, и там она мне сказала, Синьора Стролок, ты, которому известно все, объясни мне случай, который произошел с моим сыном. Утомленный целодневным блужданием по ущельям и пропастям наших гор он набрел на прекрасный источник. Оттуда вышла к нему очень красивая девушка, в которую сын мой влюбился, хотя подумал, что имеет дело с колдуньей. Мой сын уехал в далекое путешествие и просил меня во что бы то ни стало выяснить эту тайну. Вот что сказала мне мавританка. Я сразу догадался, что колдуньей это и была наша Ундина, имеющая обыкновение нырнуть в какую-нибудь пещеру, а выплывать с другой стороны потока. Я промолвил в ответ мавританке несколько незначительных фраз, чтобы ее успокоить и пошел на озеро. Хотел попробовать выпытать у Ундины, как было дело, но ты знаешь сеньора ее нелюбовщик к беседам. Однако вскоре мне уже не понадобилось ни о чем спрашивать. Ее фигура выдала тайну. Я отправил ее ко мне в замок, где она благополучно родила дочку. Стремясь как можно скорее вернуться на озеро, она убежала из замка, повела прежний безрассудный образ жизни и через несколько дней заболела. Чтобы уже сказать все до конца, должен прибавить, не помню с ее стороны, никакого признака приверженности к той или другой религии. Что же касается ее дочери, то по отцу она чисто мавританской крови и должна обязательно стать магометанкой. В противном случае мы могли бы навлечь на всех нас месть обитателей подземелья. Ты понимаешь, Дон Хуан, прибавила герцогиня в полном отчаянии, дочь моя умерла в язычестве, внучка должна стать мусульманкой, великий Боже, как сурово ты меня караешь. Тут цыган заметил, что уже поздно и отправился к своим, а мы пошли спать. День шестьдесят первый. Мы предвидели, что повесть о приключениях цыгана подходит к концу и с тем большим нетерпением ждали вечера, а когда он заговорил, обратились вслух. Продолжение истории вожака цыган. Знатная настоятельница Вальсанта, быть может, и не сломилась бы под тяжестью страданий, но она наложила на себя тяжкую эпитемию, ее истощенные организм этого не выдержал. Я видел, что она медленно угасает и не решался ее оставить. Моя монашеская ряса позволяла мне в любую пору входить в монастырь, и вот настал день, когда несчастная Эммануэла испустила дух у меня на руках. Наследник герцогини, герцог Сориэнте, находился в это время в Вальсанте. Этот сеньор держался со мной с полной откровенностью. Я знаю, сказал он мне, какие отношения связывали тебя с австрийской партией, которой я и сам принадлежал. Если тебе понадобится какая-нибудь услуга, прошу не забывать обо мне, ты этим меня одолжишь. Что же касается открытых отношений с тобой, ты понимаешь, что не подвергая нас обоих безнуждой опасности, я не могу их поддерживать. Герцог Сориэнте был прав. Я представлял собой один из потерянных фортов партии. Меня выдвинули вперед, чтобы потом, когда вздумается, покинуть. У меня еще оставалось значительное состояние, которое можно легко было перевести в любую страну, так как оно находилось целиком в руках братьев Моро. Я хотел уехать в Рим или в Англию, но когда дело доходило до окончательного решения, я ничего не предпринимал. Одна мысль о возвращении в свет приводила меня в содрогание. Отвращение к светской жизни стало у меня в некотором смысле душевной болезнью. Видя, что я колеблюсь и не знаю, что предпринять у Седа, стал меня уговаривать поступить на службу шейху гумелесов. А что это за служба, спросил я. Не угрожает ли она безопасности моей родины нисколько, ответил он. Скрывающиеся в этих горах мавры готовят переворот в исламе, их толкают на это политика и фанатизм. У них неисчислимые возможности для достижения цели. С ними вошли в соглашение ради собственной выгоды некоторые знатные испанские семейства. Инквизиция вымогает у них крупные суммы и потому допускает совершаться под землей тому, чего не потерпело бы на поверхности. В общем, Дон Хуан, поверь мне и испытай, какова жизнь, которую мы ведем в наших долинах. Чувствуя, что свет опостылил мне, я решил последовать совету Уседы. Цыгане, как мусульмане, так и язычники, приняли меня как человека, предназначенного им вожаки и поклялись мне в вечном послушании. Но окончательную роль в моем решении сыграли цыганки. Особенно понравились мне две из них. Одну звали Китта, другую Зитта. Они были прелестны. Я не знал, которую выбрать. Видимо, и колебания, они вывели меня из-за труднения, сказав, что у них разрешено многоженство и что для освещения брачных уз не требуется никакого обряда. Со стыдом признаюсь, что это преступное распутство соблазнило меня. Увы, есть лишь одно средство устоятельности зедобродетели и избегать неосвещенных ею тропинок. Если человек скрывает свою фамилию, поступки или намерения, то скоро ему придется держать втайне всю свою жизнь. Мой союз с герцогиней был предосудителен лишь потому, что я должен был его скрывать, и все тайны жизни моей были его неизбежным последствием. Более невинное очарование удерживало меня в здешних долинах, очарование того образа жизни, который здесь вели. Небесный полок, всегда раскинутый над головой, прохлада пещер и лесов, благоуханный воздух, зеркальные поверхности вод, цветы, растущие на каждом шагу, словом, природа праздничная во всех отношениях, все это действовало умиротворяюще на мою душу, измученную светом и его тревожным смятением. Мои жены подарили мне двух дочерей. Тут я стал больше прислушиваться к голосу совести. Я был свидетелем терзания Эммануэлы, которые свели ее в могилу. Я решил, что мои дочери не будут ни магометанками, ни язычницами. Надо было их воспитывать. Вопрос был решен. Я остался на службе у гомелесов. Мне доверяли очень важные дела и несмертные суммы денег. Я был богат и ни в чем не нуждался. Но с разрешения моего начальника творил сколько мог добро. Часто удавалось мне выручать людей из большой беды. В общем, я продолжал вести под землей ту жизнь, которую вел на ее поверхности. Я снова стал дипломатом. Не однажды ездил в Мадрид, несколько раз за пределы Испании. Этот деятельный образ жизни вернул мне утраченную бодрость. Я все сильнее втягивался в него. Между тем дочери мои подрастали в последнюю поездку свою в Мадрид. Я взял их с собой. Двум благородным юношам удалось завоевать их сердца. Семьи этих юношей имеют связь с жителями наших подземелий, и мы не опасаемся, как бы дочери мои не рассказали им о наших долинах. Как только я выдам обеих замуж, так сейчас же удалюсь в святую обитель и буду спокойно ждать там конца жизни, хотя я не вполне свободный от заблуждений, но и не заслуживающий название порочной. Вы просили, чтобы я рассказал вам о своих приключениях и, надеюсь, не пожалели о своем любопытстве. Мне бы только хотелось знать, промолвила Ребекка, что стало с Бускеросом. А, сейчас скажу, сказал цыган. Порка в Барселоне отбила у него охоту шпионить, но так как он подвергся ей под фамилией Робусти, то считал, что она нисколько не может повредить славе Бускероса. Поэтому он смело предложил свои услуги кардиналу Альберонии и стал в его правлении заурядным интриганом, по примеру своего покровителя, который был интриганом незаурядным. Впоследствии Испанией стал управлять другой авантюрист по фамилии Рипердо. Под его властью Бускерос пережил еще несколько счастливых дней, но время, которое кладет конец самым блестящим судьбам лишило Бускероса ног. Разбитый параличом, он велел, чтобы его относили на Пласа Дель Соль и там пытался продолжать свою обычную деятельность, останавливая прохожих и по мере сил вмешивая своих дела. Последний раз я видел его в Мадриде рядом с забавнейшей фигурой, в которой я узнал поэта о Голдесе. Время отняло у него зрение и бедняга утешался мыслью, что Гомер тоже был слепой. Бускерос рассказывал ему городские сплетни, а Голдес перелагал их в стихи, и порой его можно было слушать не без удовольствия, хотя у него осталась только тень прежнего дарования. Синьор Авадоро, в свою очередь спросил я, а что осталось с дочерью Грундины? Об этом ты узнаешь позднее, а пока займись, пожалуйста, приготовлениями к своему отъезду. Мы тронулись в путь и после долгой езды прибыли в глубокую долину со всех сторон окруженную скалами. Когда разбили шатры, цыган подошел ко мне и сказал «Синьор Альфонс, возьми свою шляпу, шпагу и ступай за мной». Пройдя сто шагов, мы оказались перед отверстием скаля, сквозь которое я увидел длинную темную галерею. «Синьор Альфонс», сказал мне цыган, «Мы знаем твою отвагу. К тому же ты пойдешь по этой дороге не в первый раз. Войди в эту галерею и, как в первый раз углубиться в недра земли. Прощай, тут мы должны расстаться». Помни первый поход, я спокойно шагал несколько часов в подьмах. Наконец заметил огонек и подошел к гробнице, войдя в которую увидел того же самого молящегося дервиша. Услышав легкий шум, дервиш повернулся ко мне со словами «Привет тебе, юноша». Радуюсь от всей души видеть тебя здесь. Ты сдержал свое слово относительно одной части нашей тайны. Теперь мы откроем тебе все ее, уже не требуя молчания, а пока отдохни и подкрепись. Я сел на камень и дервиш принес мне корзинку, в которой я нашел мясо, хлеб и вино. Когда я поел, дервиш толкнул одну из стенок к гробнице, повернул ее на шарнирах и указал мне на витую лестницу, спустись по ней, сказал он мне. и ты увидишь, что надо будет делать. Насчитав около тысячи ступеней в темноте, я оказался в пещере, освещенной несколькими светильниками. Я увидел каменную скамью, на которой лежали стальные долоты и молотки из того же металла. Перед скамьей блестела золотая жила в толщину человека. Металл был темно-желтый и, кажется, без всякой примеси. Я понял, чего от меня ждут. Хотели, чтобы я выдал был столько золота, сколько смогу. Я взял в левую руку долотов, правый молоток и вскоре стал довольно умелым рудокопом. Но долота притуплялись и их приходилось часто менять. За три часа я выдолбил столько золота, что одному не поднять. Тут я увидел, что пещеру заливает водой. Я поднялся на несколько ступеней, но вода все поднималась, так что пришлось совсем уйти из пещеры. в гробнице я опять встретил Дервиша. Он благословил меня и указал на витую лестницу, ведущую вверх, по которой мне надо было идти. Я пошел и, пройдя снова около тысячи шагов, оказался в круглой зале, освещенной множеством светильников, блеск которых отражался в слюдяных и опаловых плитах, украшавших стены. В глубине залы возносился золотой трон, на котором сидел старец с белоснежным тюрбаном на голове. Я узнал в нем отшельника из долины. Рядом с ним стояли мои родственницы в роскошных нарядах. Несколько дервишей в белой одежде окружали его с обеих сторон. Молодой Назарей, сказал мне шейх, ты узнаешь во мне пустынника, у которого был в долине Гвадалквивира, и догадываешься, что я великий шейх Гумелесов. И, конечно, помнишь двух своих жен. Пророк благословил их трогательное благочестие, вскоре обе они станут матерями и смогут продолжить племя, которому предназначено вернуть калифат, роду Али. Ты не обманул наших надежд, вернулся в табр и ни одним словом не выдал того, что было с тобой в наших подземельях. Да не спошлет Аллах рассу счастья на твою голову. Тут шейх сошел с трона и обнял меня. Родственницы мои сделали то же самое, дервиши отослали, а мы перешли в другую комнату, в глубине которой был накрыт ужин. Тут уже не было ни торжественных речей, ни уговоров вступить в магометанство. Мы весело провели вместе большую часть ночи. День шестьдесят второй. На другой день меня с утра послали в рудник, и я вырубил там столько же золота, сколько накануне. Вечером я пошел к шейху и застал у него обеих своих жен. Я попросил его удовлетворить мое любопытство, мне хотелось бы многое узнать, особенно его собственное прошлое. Шейх ответил, что в самом деле пора уже открыть мне тайну. И начал так. История великого шейха Гомелесов. Ты видишь в моем лице пятьдесят второго преемника первого шейха Гомелесов Масуда бен Тахера, построившего косар исчезавшему в последнюю пятницу каждого месяца и появлявшегося только в следующую. Твои родственницы тебе кое-что уже рассказали. Я доскажу остальное, открыв тебе все наши тайны. Мавры уже много лет находились в Испании, прежде чем задумали спуститься в долины Альпухары. В долинах этих жил тогда народ называвшийся Турдулами или Турдетанами. Эти туземцы сами себя называли Таршиш и утверждали, что жили некогда в окрестностях Кадиса. Они сохранили много слов из своего древнего языка, на котором они умели даже писать. буквы этого языка называли в Испании Десконосидо. Под властью римлян, а затем Визиготов, турдетанты платили большие подати, взамен чего пользовались полной независимостью и сохранили древнюю религию. Они поклонялись Богу под именем Ях и приносили ему жертвы на горе, носившей название Гумерас-Ях, что означало на их языке гора Яха. Завоеватели арабы, враги христиан, еще сильнее ненавидели язычников или тех, которых считали язычниками. Однажды Масуд нашел в подземелье замка каменную глыбу, покрытую древними письменами. Отодвинув ее, он увидел витую лестницу, ведущую внутрь горы. Тогда он велел принести факел и один спустился туда. Там оказались комнаты, переходы, коридоры, но он, боясь заблудиться, вернулся. На другой день он снова наведался в подземелье и заметил под ногами какие-то отполированные блестящие частицы. Он собрал их, отнес к себе и убедился, что это чистое золото. Он совершил третье путешествие и след золотого песка привел его к той самой золотой жиле, которую ты разрабатывал. Он отмер при виде такого богатства. Поспешно вернувшись, он не пренебрег ни одной предосторожностью, какую мог только выдумать, чтобы утаить от света свое сокровище. У входа в подземелье он велел поставить часовню и пустил слух, будто хочет зажить жизнью отшельника, посвященной молитве и размышлениям. Между тем, все время разрабатывал золотую жилу, стараясь нарубить как можно больше драгоценного металла. Дело подвигалось вперед медленно, так как он не только не решался взять помощника, но был даже вынужден тайно раздобывать стальные орудия, необходимые для горных работ. Тут Масот понял, что богатство вовсе не решает вопрос о власти, ведь у него было теперь больше золота, чем у всех властелинов мира, однако добыча была связана с неслыханными трудностями. А потом он не знал, что с этим золотом делать и где его хранить. Масуд был ревностным почитателем пророка и пламенным сторонником Али. Он полагал, что пророк послал ему это золото для возвращения калифата его роду, то есть потомка Али, а в дальнейшем для обращения всего света в ислам. Мысль эта овладела им безраздельно. Он отдался ей с тем большим пылом, что род Омеядов в Багдаде захерел и возникла надежда на возвращение власти к потомкам Али. В самом деле Аббасиды истребили Омеядов, но для рода Али от этого не было никакой пользы, наоборот, один из Омеядов прибыл в Испанию и стал калифом Кордовы. Масуд, видя себя больше, чем когда-либо окруженным врагами, умел тщательно скрываться. Он даже перестал добиваться осуществления своих намерений, но придал им такую форму, которая, если можно так выразиться, сберегала их для будущего. Он выбрал шестерых мужчин, глав семейств из своего рода, связал их священной клятвой и, открыв им тайну золотой живы, сказал, уж десять лет обладав этим сокровищем и до сих пор не мог найти ему никакого полезного применения. Будь я моложе, я мог бы набрать воинов и властвовать при помощи золота и меча. Но я открыл свои богатства слишком поздно. Меня знают как приверженца Али, и прежде чем я собрал бы сторонников, меня убили бы. Я надеюсь, что наш пророк когда-нибудь вернет калифат своим потомкам, и что тогда весь мир перейдет в его веру. Время еще не пришло, но надо к нему приготовиться. У меня есть связи с Африкой, где я тайно поддерживаю последователей Али. Надо и в Испании утвердить могущество нашего рода. И прежде всего мы должны затаиться. Нам не надо носить всем одну и ту же фамилию. Ты мой родственник Зе Грис. Со всем своим семейством ты поселишься в Гранаде. Мои останутся в горах и будут по-прежнему зваться гомелесами. Другие удалятся в Африку и вступят там в браке с дочерьми фатимидов. Особенное внимание надо обращать на молодежь, стараясь углубить ее образ мыслей и подвергая ее разным испытаниям. Если среди нее найдется юноша, наделенный незаурядными способностями и мужеством, он тотчас постарается свергнуть с трона аббасидов, в корне истребить омеядов и вернуть калифат потом Камали. Я считаю, что будущий победитель должен будет принять титул Махди или двенадцатого имама и ознаменовать своим появлением предсказания пророка, сказавшего что солнце встанет на западе. Таковы были замыслы Масуды. Он записал их в книгу и с тех пор ничего не предпринимал, не посоветовал шестью главами семейств. А в конце концов сложил в себе полномочия и передал одному из них звание великого шейха и замок Касар-Гумелеса. С тех пор сменилось восемь шейхов. Загрисы и Гумелесы приобрели богатейшие владения в Испании, некоторые переселились в Африку, заняли важные должности и породнились с самыми влиятельными семействами. Кончился уже второй век Хиджры, когда один из Загрисов осмелился провозгласить себя Махди, то есть законным вождем. Он основал столицу в Кейруане на расстоянии одного дня пути от Туниса, покорил всю Африку и стал родоначальником калифов Фатимидов. Шейх Касар Гумелес послал ему много золота, однако вынужден был больше, чем когда-либо окружать себя тайной, так как брали верх христиане и Касару грозила опасность попасть к ним в руки. Вскоре появились у шейха и другие заботы в связи с внезапным возвышением Абенсирагов, рода враждебного нашему и совершенно не исходного с нами по своему образу мыслей. Загрисы и Гумелесы были угрюмыми, замкнутыми и ревнителями веры напротив Абенсираги, обращаясь любезно, учтиво с женщинами и приветливо с христианами, они отчасти проникли в нашу тайну и окружили нас ловушками. Преемники Махди покорили Египет и были признаны в Сирии, а также в Персии. Власть Абасидов рушилась, туркменские князья владели Багдадом, но при всем том культ Али слабо распространялся и сунницкие влияния все еще имели над ним перевес. В Испании Абенсираги допускали все большую порчу нравов. Женщины показывались без покровав, мужчины вздыхали у их ног, шейхи косара больше не выходили из замка и не касались золота. Такое положение длилось долго, пока наконец Зегрисы и Гомелесы, желая оградить веру и королевство, не составили против Абенсирагов заговор и не перебили их на львином дворе в их собственном дворце под названием Альгамбра. Это мрачное событие лишило гранаду значительной части защитников и содействовало ее гибели. Долина Альпухары, следуя примеру всей страны, покорилась победителю. Шейх косар Гомелеса разрушил свой замок и ушел в подземелье. в те самые комнаты, где ты видел братьев Зотто. Шесть семейств укрылись вместе с ним в недрах земли. Остальные попрятались по соседним пещерам, выходившим на другие долины. Некоторые из загрисов и гомелесов приняли христианскую веру или, по крайней мере, вступили в ряды оглашенных. В их числе были и Моро, которые сперва имели торговый дом в Гранаде, а потом стали придворными банкирами. Они не боялись недостатка капиталов, так как в их распоряжении были все сокровища подземелья. По-прежнему поддерживались и связи с Африкой, особенно с королевством Туниса. Все шло как надо до вступления на престол императора и испанского короля Карла. закон пророка в Азии, уже не блиставший так ярко, как во времена Калифата, распространился взамен этого по Европе, поддержанный завоеваниями османов. В это время раздоры, уничтожающие все на земле, проникли под землю, то есть в наши пещеры. Теснота еще сильнее обостряла несогласие. Сефи и Беллах заспорили о звании шейха, которого и в самом деле стоило домогаться, так как оно давало право распоряжаться неисчерпаемыми богатствами. Сефи, чувствуя себя недостаточно сильным, хотел переметнуться на сторону христиан, Беллах вонзил ему в грудь стилет, после чего стал думать о том, как обеспечить общую безопасность. Тайну подземелья записали на пергаменте, который разрезали на шесть полос перпендикулярных к строкам. Прочесть текст можно было только соединив полосы. Каждая полоска пергамента была вверена одному из шести глав семей, и под страхом смерти было запрещено передавать ее кому-либо еще, посвященной в тайну носил полосу на правом плече. Беллах сохранил над жителями подземелья право смерти и жизни. Стилет, который он вонзил в грудь цифи, сделал со знаком его власти и переходил по наследству его преемникам. Наведя таким путем суровый порядок в подземельях, Беллах устремил всю свою неутомимую энергию на дела в Африке. Гомелесы занимали там несколько тронов. Они правили в Таруданте и Тлемсене, но африканцы люди легкомысленные, повинующиеся прежде всего голосу страсти. И деятельность гомелесов в этой части света никогда не была такой плодотворной, как следовало бы ожидать. Около этого времени начались преследования мавров, оставшихся в Испании. Беллах ловко воспользовался этим обстоятельством. С неслыханной изобретательностью создал он систему взаимной поддержки между подземельями и людьми, отправлявшими высокие государственные должности. Они полагали, что покровительствуют лишь нескольким мавританским семействам, желающим остаться в покое, а на самом деле содействовали замыслам шейха, который в награду открывал им свой кошель. Наши летописи говорят также о том, что Беллах ввел или вернее восстановил испытания, которые должна проходить молодежь в доказательство своей стойкости. Ко времени Беллаха испытания эти были забыты. Вскоре произошло изгнание мавров. Шейх подземелья носил имя Кадр. Это был мудрый человек, не упускавший малейшей возможности укрепить общую безопасность. Банкиры Моро создали объединение уважаемых людей, занимавшихся якобы благотворительностью среди мавров. Но под видом благотворительности они оказывали им тысячи услуг и брали за это большие деньги. Изгнанные в Африку мавры унесли с собой неутолимую жажду мести. Можно было думать, что вся эта часть света восстанет и затопит Испанию. Но вскоре африканские государства пошли против них. Напрасно лились потоки крови в междоусобных войнах, напрасно шейхи подземелья сорили золотом, неумолимые мулай из Маилу пожал плоды столетних междоусобий и основал государство, существующее до сих пор. Тут я подошел ко времени своего появления на свет и поведу рассказ о самом себе. Когда шейх произнес последние слова, ему доложили, что ужин на столе и этот вечер прошел у нас как накануне. день шестьдесят третий. Утром меня опять послали в подземелье. Я вырубил золото сколько мог, в общем, я уже привык к этой работе, так как занимался ею целые дни. Вечера я проводил у шейха, где встречал своих родственниц. Я попросил его продолжить рассказ о его приключениях и он начал. Продолжение истории шейха Гумелесов. Я познакомил тебя с историей наших подземелий, насколько она известна мне самому, а теперь перехожу к моим собственным приключениям. Я родился в большой пещере, прилегающей к той, в которой мы находимся. Свет падал в нее косо. Небо совсем не было видно. Но мы выходили в расселенный скал, дышать свежим воздухом, и отсюда была видна часть небосвода, а нередко даже и солнца. На поверхности у нас была небольшая клумба, на которой мы сажали цветы. Отец мой был одним из шести глав семейств, поэтому он вместе со всей семьей жил в подземелье, а родственники его, жили в долине и считались христианами. Некоторые поселились в предместе гранаты, носящем название Альбайсин. Ты ведь знаешь, там нет домов, и жители ютятся в пещерах на склоне горы. Несколько этих своеобразных жилищ было соединено с пещерами, доходившими до нашего подземелья. окрестные жители собирались у нас по пятницам на общую молитву, дальние появлялись только по большим праздникам. Мать говорила со мной по-испански, а отец по-арабски, так что я очень хорошо знал оба языка, особенно второй. Я выучил наизусть Коран и часто углублялся в комментарии. С самых юных лет я был ревностным магометанином, твердым сторонником Али. Христианам мне привили отчаянную ненависть. Можно сказать, что эти чувства я всосал с молоком матери, и они возросли в потемках наших пещер. Когда мне исполнилось 18 лет, я понял, что пещера давно гнетет и душит меня. Я томился по-открытому небу. Чувство это повлияло на мое здоровье, я стал слабеть, таял на глазах, и мать первая заметила это мое состояние. Она стала добиваться от меня, в чем дело, я открыл ей все, что было известно мне самому. Рассказал ей, что мне мучительно не хватает воздуха, что я все время испытываю какую-то невыразимую тревогу. Признался, что жажду во что бы то ни стала подышать другим воздухом, видеть небо, леса, горы, море, людей, и умру, если мне этого не позволят. Мать, заливаясь слезами, сказала, дорогой Масуд, твоя болезнь у нас обычное явление. Я сама болела ею и мне позволили тогда совершить несколько поездок. Я была в Гранаде и дальше, но ты другое дело. На тебя возлагают большие надежды. Скоро тебя отправят в свет и притом гораздо дальше, чем я бы хотела, но ты все-таки приходи ко мне завтра пораньше. Я постараюсь устроить, чтобы ты подышал свежим воздухом. На другой день я пришел на назначенное мне матерью свидание. Мой милый Масуд, сказала она, если ты хочешь подышать более свежим воздухом, чем тот, что у нас в пещерах, тогда наберись терпения. Проползи под той скалой, и ты достигнешь долины очень глубокой и очень узкой но обиваемой вольным ветром. Ты сможешь даже вскарабкаться на скалы и увидеть у ног своих необъятный кругозор. Это выдолбленная в камни дорога прежде была просто трещиной, побежавшей в разных направлениях и образовавшей целый лабиринт перекрещивающихся тропинок. Вот тебе несколько кусков угля и на каждом распутье отмечаю дорогу, по которой ты шел, иначе непременно заблудишься. Возьми вот эту сумку с припасами. Недостатка воды ты испытывать не будешь, там ее вдоволь. Думаю, что ты никого не встретишь, но на всякий случай заткни себя за пояс сьетаган. Угождая твоему желанию, я подвергаю себя большой опасности, так что долго не задерживайся. Я поблагодарил свою добрую мать, пополз и выбрался в узкий выдолбленный проход, дно которого было однако покрыто травой. Потом я увидел озерцо с чистой водой, а дальше перекрещивающей завраги. День уже клонился к вечеру. Журчание ручейка обратило на себя мое внимание, я двинулся по его течению и вскоре оказался на берегу озерка, в которое он впадал. Уголок был восхитительный. Некоторое время я стоял как вкопанный в изумлении, потом голод дал себя знать. Я вынул из сумки припасы, совершил предписываемое законом пророка омовение и принялся за еду. Окончив трапезу, я снова совершил омовение и, решив, что время возвращаться, пошел той же дорогой обратно. плеск. вдруг я услышал странный плеск. Обернулся и увидел выходящую из воды женщину. Почти все ее покрывали мокрые волосы, но кроме того, на ней было облегающее все тело зеленое шелковое платье. Выйдя из воды, волшебница скрылась в кустах и вышла оттуда в сухом платье и с заколотыми гребнем волосами. Она взошла на скалу, словно желая полюбоваться видом, но потом вернулась к источнику, из которого вышла. Я сделал невольное движение, чтобы удержать ее и стал ей поперек дороги. Сперва она испугалась, но я упал на колени, и эта смиренная поза немного ее успокоила. Она подошла ко мне, взяла меня за подбородок, подняла мою голову и поцеловала в лоб. И вдруг с быстротой молнии, бросившись в озеро, исчезла. Я был уверен, что эта волшебница, как их называют в наших арабских сказках пири. Но я подошел к кусту, где она пряталась, и обнаружил там платье, развешанное словно для просушки. Больше тут делать было нечего, и я вернулся в подземелье. Обнял мать, но не стал рассказывать ей о своем приключении, так как читал в наших газелях, что волшебницы не любят, когда выдают их тайны. Между тем моя мать, видя меня необычайно оживленным, радовалась тому, что свобода, которую она мне предоставила, принесла добрые плоды. На другой день я опять отправился к источнику. Разметив накануне дорогу углем, я отыскал его без труда. Став на берегу, я стал изо всех сил звать волшебницу, прося у нее прощения, что осмелился совершить омовение в ее источнике. Но и на этот раз я сделал то же самое. Потом разложил свои припасы, которые, повинуясь тайному предчувствию, захватил на двоих. Еще не приступив к трапезе, я услышал плеск и увидел выходящую из воды волшебницу, которая, смеясь, брызнула на меня водой. Она побежала в кусты, переоделась в сухое платье и села рядом со мной. Она ела, как обыкновенная смертная, но не говорила ни слова. Я решил, что у волшебницы такой обычай и смирился с этим. Дон Хуан Авадора познакомил тебя со своими приключениями, и ты, наверное, догадываешься, что волшебницей была его дочь Ундина, нырявшая под своды скал и проплывавшая из своего озера в этот водоем. Ундина была невинна, вернее, не знала ни греха, ни целомудрия, наружность ее была так очаровательна, обращение так просто и привлекательно, что в мечтах своих видя себя мужем волшебницы я страстно ее полюбил. Прошел месяц. Однажды шейх прислал за мной. Я застал у него шесть глав семейств в полном сборе. Среди них был и мой отец, «Сын мой», сказал он мне, «ты оставишь нашу пещеру и отправишься в те счастливые края, где исповедуют веру пророка». Кровь застыла у меня в живых. Для меня было одно и то же разлучиться с волшебницей или умереть, дорогой отец, воскликнул я, позволь мне никогда не покидать этих подземелий. Не успел я произнести это, как увидел, что все стилеты занесены надо мной. Казалось, отец мой готов первым пронзить мое сердце. На другой день я выехал в сопровождении одного жителя Туниса по имени Сидахмед, который сперва отвез меня в свой родной город, один из самых великолепных в мире. из Туниса я отправился в Загуан, маленький городок, славившийся выработкой красных шапочек, так называемых фесок. Мне сказали, что неподалеку от города находится своеобразнейшее строение, состоящее из маленького храма и галереи, окружающей полукругом небольшое озерцо. из храма бьет струей вода, наполняя озерку. В древности вода из озерка поступала в водопровод и шла по нему в Карфаген. Говорили также, что храм посвящен какому-то божеству источника. Я безумец вообразил, что это божество моя волшебница. Я отправился к источнику и стал ее изо всех сил призывать. Ответом было только эхо. В загуане мне сообщили также о дворце духов, развалины которого можно видеть, углубившись на несколько миль в пустыню. Я пошел и увидел круглое здание, выстроенное в необычайно красивом стиле. На развалинах сидел какой-то человек и рисовал. Я спросил его по-испански, правда ли, что этот дворец построили духи. Он ответил мне с улыбкой, что это театр, в котором древние римляне устраивали бои диких зверей, и что место это, носящее теперь название Эль-Джем, было когда-то знаменитой Замой. Объяснение путешественника меня не заинтересовало. Я предпочел бы встретить духов, которые сообщили бы мне что-нибудь о моей волшебнице. Из-за Гуана мы отправились в Кайруан, прежнюю столицу Махди. Это огромный город с населением в сто тысяч человек, неспокойных и каждую минуту готовых восстать. Мы прожили там целый год. Из Кайруана переехали в Гадамес, маленькое независимое государство, составлявшее часть Белет-Аль-Джери, то есть страны фиников. Так называется местность, протянувшаяся между горным хребтом Атласа и песчаной пустыней Сахарой. Финиковые пальмы так обильно плодоносят там, что одно дерево может покормить целый год человека умеренного, а тамошний народ состоит из таких людей. Однако и в других видах пищи нет недостатка. Там есть зерновой злак, называемый дурро, а также бараны на длинных ногах и без шерсти, мясо которых превосходного качества. В Гадамесе мы увидели большое количество мавров родом из Испании. Среди них не было ни Зигрисов, ни Гумелесов, но было много семейств искренне нам приверженных. Во всяком случае, это был край беглецов. Года не прошло, как я получил письмо от отца, кончавшееся так. Мать просит передать тебе, что волшебницы обыкновенные женщины и даже рожают детей. Я понял, что моя волшебница была такая же смертная, как я, и эта мысль немного успокоила мое воображение. Когда шейх произнес последние слова, один из дервишей доложил, что ужин подан, и мы весело пошли садиться за стол. День шестьдесят четвертый. На другой день я не применил спуститься в рудник, где целый день усердно исполнял обязанности рудокопа. А вечером пошел к шейху и попросил его рассказывать дальше, и он приступил к делу. Продолжение истории шейха гамилесов. Я тебе сказал, что получил от отца письмо, из которого узнал, что моя волшебница простая смертная. Я был в это время в Гадамесе. Сид Ахмед переехал со мной в Сесан, страну большую Гадамеса, но не столь плодородную и населенную чернокожими. Оттуда мы направились в оазис Аммона, где должны были ждать вестей из Египта. Через две недели наши посланцы вернулись в свою семью драмадерами. Поступь этих животных невыносима, однако пришлось ее выдерживать восемь часов подряд. Когда мы остановились, каждому драмадеру был выдан комок из риса, камеди и кофе. После четырех часового отдыха мы снова тронулись в путь. На третий день мы сделали остановку в Бахр-Белама, то есть у безводного моря. Это широкая песчаная долина, усеянная раковинами. Нигде ни следа растений или животных. Вечером прибыли на берег озера, богатого натрием, представляющим собой разновидность соли. Там мы отпустили проводников и драмадеров и провели ночь одни, я с Сидохмедом. На рассвете явились восемь крепких парней, которые посадили нас на носилки, чтобы перенести через озеро. Там, где брод был особенно узким, им приходилось идти друг за другом. Натрий крошился под их ногами, и чтобы уберечь ноги от ран, они обвязали их шкурами. Так нас несли два часа с лишним. Озеро выходило в долину, защищенную двумя скалами белого гранита, а затем исчезало под большим сводом, созданным природой, но довершенным рукой человека. Тут проводники развели огонь и пронесли нас еще шагу в сто до чего-то вроде пристани, где нас ждала ладья. Проводники дали нам немного закусить, сами же плотно поели, выпивая и куряга шиш, то есть вытяжку из конопляного семени. Потом зажгли смолену и факию, далеко осветившие пространство вокруг, и привязали его к рулю. Мы сели. Проводники наши превратились в гребцов и весь остаток дня плыли с нами под землей. Вечером мы прибыли в залив, откуда канал разветвлялся на несколько рукавов. Сид Ахмед сказал мне, что здесь начинается знаменитый в древности лабиринт Азимандии. Теперь осталась только подземная часть сооружения, соединяющаяся с пещерами Луксора и всеми подземельями Фиваиды. Ладью остановили у входа в одну из населенных пещер, корм чьи пошел запищить для нас. Подкрепившись, мы завернулись в свои хаики и заснули в ладье. На другой день снова завесла. Ладья наша плыла под просторными сводами, выложенными плоскими камнями необычайных размеров. Некоторые из них были сплошь покрыты иероглифами. Наконец, мы прибыли в гавань и отправились в местный гарнизон. Командир отвел нас к своему начальнику, который взялся представить нас шейху. Шейх приветливо подал мне руку и сказал, молодой андалузец, братья наши из косаргумелеса пишут мне о тебе с похвалой. Да пошлет на тебя благословение пророк. Сид Ахмеда шейх, видимо, знал давно. Подали ужин, после чего вошли странно одетые люди и стали разговаривать с шейхом на непонятном для меня языке. Они говорили возбужденно, указывая на меня, словно уличали меня в каком-то преступлении. Я стал искать глазами своего спутника, но он исчез. Шейх пришел в ярость. Меня схватили, заковали по рукам и ногам, и бросили в темницу. Это была выдолбленная в скале пещера, местами прерываемая сообщающимися между собой яминами. Вход в мое подземелье был освещен светильником. Я увидел пару пронзительных глаз, а затем страшную пасть, вооруженную чудовищными зубами. Крокодил просунулся до половины в мою пещеру и грозил пожрать меня. Я был скован, я не мог пошевельнуться, поэтому прочел молитву и стал ждать смерти. Однако крокодил был на цепи. Так хотели испытать мое мужество. Друзы составляли тогда на востоке многочисленную секту. Возникновение ее связано с появлением первого фанатика по имени Дарази, который в действительности был только оружием Хакима Бямрилаха, третьего калифа из династии Фатимидов в Египте. Этот властитель, известный своим безбожием, стремился во что бы то ни стало восстановить древние пунийские суеверия. Он приказал, чтобы его считали воплощением божества и предавался самому отвратительному распутству, к которому поощрял и своих учеников. В ту эпоху не вполне еще упразднены были древние мистерии, их совершали в подземельях лабиринта. Калиф велел, чтобы его посвятили в их тайну, но потерпел неудачу в своих безумных замыслах. Ученики Дарази укрылись от преследований в лабиринте. Теперь они исповедуют чистейшую магометанскую веру в том виде, в каком приверженцы Али некогда переняли ее у фатимидов. Чтобы избежать ненавистного повсюду имени хакимидов, они приняли название друзов. Из древних мистерий друзы сохранили только обычай испытаний. Я присутствовал при некоторых обрядах и отметил некоторые физические приемы, над которыми несомненно задумались бы первые европейские ученые. Кроме того, мне кажется, что у друзов существует такая степень посвящения, на которой речь идет совсем уж не о магометанстве, а о предметах, о которых я не имею ни малейшего понятия. Но я был тогда слишком молод, чтобы понять это. Я провел целый год в подземельях лабиринта, часто ездил в Каир, где останавливался у людей, поддерживавших с нами тайные связи. Собственно говоря, ездили мы только ради обнаружения наших тайных врагов суннитского направления, в то время господствовавшего. Сперва посетили маскат, где имам твердо высказался против суннитов. Этот славный духовный священнослужитель принял нас очень радушно, показал нам список верных ему арабских племен и объяснил, что ему не составляет труда изгнать суннитов из Аравии. Однако его вероучение не допускает признания Али, поэтому мы не могли с ним объединиться. Оттуда мы поплыли в Бассору и через Шираз прибыли в государство сифивидов. Тут действительно признание Али было всеобщим, но персы предавались наслаждениям и домашним расприям, мало заботясь о распространении ислама за пределы страны. Нам посоветовали посетить езидов, обитающих на вершинах Ливана. Езидами называют разного рода сектантов, в частности тех, что известно под названием Мутавалли. И вот мы отправились из Багдада через пустыню в Тадмурру, которую вы называете Пальмирой, а оттуда написали шейху езидов. Он прислал нам коней, верблюдов и вооруженную охрану. В долине близ Баальбека мы увидали в полном сборе весь народ. Тут мы испытали истинное удовлетворение. Сто тысяч фанатиков вопили проклятие Омару и прославляли Али. Совершалось погребальное торжество в честь сына Али Хусейна. Езиды полосовали себе руки ножами, некоторые даже выступления перерезали себе жилы и умирали, плавая в своей собственной крови. Мы задержались у езидов дольше, чем я предполагал и получили в конце концов вести из Испании. Родителей моих уже не было в живых и меня решил усыновить шейх. После четырехлетнего путешествия я наконец благополучно вернулся в Испанию. Шейх усыновил меня со всеми обычными церемониями. Вскоре мне открыли тайны, неизвестные даже шестерым старейшинам. Решили, чтобы я стал Махди. Прежде всего меня должны были признать в Ливане. Египетские друзы высказались за меня. Хайруан тоже перешел на мою сторону. Этот город я должен был сделать своей столицей. Перенеся туда сокровище косаргами лесов, я вскоре мог стать самым могущественным властителем на земле. Все это было неплохо придумано, но прежде всего я был еще слишком молод, а во-вторых не имел ни малейшего понятия о военном искусстве, поэтому было решено, что я, не откладывая, поступлю в аттаманскую армию, воевавшую тогда с немцами. Отличаясь мирным характером, я хотел воспротивиться этим планам, но пришлось подчиниться. Меня снарядили, как подобает снаряжать славных воителей. Я отправился в Стамбул и был включен в свиту визиря. Один немецкий полководец по имени Евгений разбил нас на голову и принудил визиря отступить за Тунну, то есть Дунари. Через некоторое время мы решили снова перейти в наступление и продвинуться до Семиградья. Мы шли вдоль прута, когда венгры, ударив нам в тыл, отогнали нас от границ страны и разбили в пухи прах. Я получил две пули в грудь и был оставлен на поле битвы как убитый. Кочевые татары подобрали меня, перевязали мне раны и в качестве единственной пищи стали кормить меня слегка прокившим кобыльим молоком. Напиток этот, могу смело сказать, спас мне жизнь. Однако за год я до того ослабел, что не мог забраться на коня, и когда Орда переносила свои кибитки на новое место, меня везли в телеги под присмотром нескольких ходивших за мной старух. Я испытывал такой упадок не только телесных, но и душевных сил, что не мог выучить ни слова по-татарски. По прошествии двух лет я встретил молу, знавшего арабский язык. Я сказал ему, что я мавр из Андалузии и умоляю, чтобы меня отпустили на родину. Мулат переговорил обо мне с ханом, и тот дал мне денег на дорогу. Наконец добрался я до наших пещер, где меня давно уже считали погибшим. Прибытие мое было встречено всеобщей радостью. Не радовался только сам шейх, видя меня таким ослабевшим и больным. теперь меньше, чем когда-либо я был способен к роли Махди. Однако в Кайрулан был отправлен посол, чтобы узнать, как там смотрят на это дело, поскольку желали как можно скорее приступить к осуществлению давнего замысла. Посол вернулся через шесть недель. Все окружили его, слушая с великим нетерпением, как вдруг он посреди рассказа упал без чувств. Ему оказали помощь, он очнулся и хотел продолжать, но не мог собрать мысли. Понятно было только то, что в Кайруане свирепствует чума. Хотели его удалить от всех, но было уже поздно, к нему прикасались, переносили его вещи, и тут же все жители пещер стали жертвами страшного бедствия. Это было в субботу. В следующую пятницу, когда мавры из долины сошлись для молитвы и принесли нам съестные припасы, они нашли только трупы, среди которых ползал я с огромной опухолью в левом боку. Но смерть меня пощадила. Уже не боясь чумы, я приступил к погребению мертвых. Раздевая шестерых старейшин, я нашел шесть пергаментных полос. Сложил их и узнал тайну неисчерпываемой копии. Шейх перед смертью открыл водопровод. Когда я спустил воду, моим глазам представилось упорительное зрелище моих богатств, к которым я не смел прикоснуться. У меня была бурная жизнь, я жаждал покоя, и роль Махди ничуть меня не привлекала. К тому же я не был посвящен в тайну переговоров с Африкой. Магометане, обитавшие в долине, решили впредь молиться у себя. Я остался совсем один во всем подземелье. Я снова залил копии, собрал драгоценности, найденные в пещере, тщательно промыл их в уксусе и отправился в Мадрид под видом мавританского торговца драгоценностями из Туниса. Первый раз в жизни увидел я христианский город. Меня удивила свобода женщин и огорчила легкомыслие мужчин. Я затасковал о возможности переселиться в какой-нибудь магометанский город. Хотел удалиться в Стамбул и зажить там в отрадной независимости время от времени, возвращаясь в пещеры для возобновления своих капиталов. Таковы были мои замыслы. Я думал, что обо мне никто не знает. Но это было не так. Чтобы еще больше походить на кукца, я ходил в места общественных прогулок и раскладывал там свои драгоценности. Я установил на них твердые цены и никогда не пускался ни в какие торги. Он отложил продолжение повествования на следующий день. День шестьдесят пятый. Я спустился в копии и снова занялся своим делом. Я добыл уже довольно много прекраснейшего золота. Награду за мое усердие шейх продолжал так. Продолжение истории шейх гумилесов. Я уже говорил тебе, что куда бы я не направлялся в Мадриде, какой-то незнакомец преследовал меня взглядом, нагоняя на меня этим несказанную тревогу. Однажды вечером я решил в конце концов обратиться к нему с вопросом. «Чего ты от меня хочешь?» спросил я. «Съесть меня глазами? Какое тебе дело до меня?» «Никакого», ответил незнакомец. «Я только убью тебя, если ты выдашь тайну гумилесов». В этих коротких словах заключалось объяснение моего положения. Я понял, что мне надо забыть о покое, и мрачная тревога вечный страж сокровищ овладела моей душой. Было уже довольно поздно. Незнакомец позвал меня к себе, велел подать ужин, потом тщательно запер дверь и, упав передо мной на колени, сказал «Властелин пещеры, приветствую тебя, но если ты пренебрежешь своими обязанностями, я убью тебя, как был Ах Кумелес, когда ты убил Сефи». Я попросил своего необычайного вассала подняться, сесть и рассказать о том, кто он. Незнакомец, повинуясь моим желанием, начал свой рассказ. История рода Уседа Род Род наш один из самых древних в мире, но мы не любим хвалиться своим происхождением, я ограничусь лишь упоминанием, что нашим родоначальником был Алишуй, сын Финеэса, внук Елеазара и правнук Аарона, который был братом Моисея и первосвященником Израиля. Алишуй был отцом Букия, дедом Озии, прадедом Зерахии, прапрадедом Мираиофа, который был отцом Амарии, дедом Ахимааса, прадедом Азарии и прапрадедом Азарии Второго. Азария был первосвященником знаменитого храма Соломона и оставил после себя записи продолженные некоторыми из его потомков. Соломон, столько сделавший для прославления Господа, под конец опозорил свою старость, позволив своим женам открыто воздать почести идолам. Азария сперва хотел покарать это преступное безбожие, но, пораздумав, пришел к выводу, что на старости лет монархам приходится быть снисходительными к своим супругам. Он стал глядеть сквозь пальцы на злоупотребление, которым не мог помешать и умер первосвященником. Азария был отцом Амарии Второго, дедом Цедока, прадедом Ахитула, прапрадедом Силума, который был отцом Хилкии, дедом Арзии Третьего, прадедом Сераии и прапрадедом Иоседека, уведенного в плен Вавилонский. У Иоседека был младший брат по имени Авадий, от которого мы как раз и происходим. Ему еще не было пятнадцати лет, когда он был взят в царские отроки и переименован в Сабдека. Там были и другие молодые евреи, тоже под иными именами. Четверо среди них не захотели есть с царской кухни из-за нечистого мяса, которое там готовилось и питались кореньями да водой, но по-прежнему оставались тучными. Сабдек один съедал предназначавшиеся для них блюда, но, несмотря на это, все больше и больше худел. Навуходоносор был великий властитель, но, быть может, слишком потыкал своей гордыни. Увидев в Египте колоссы шестидесяти футов высотой, он повелел соорудить свою собственную статую таких же размеров, вызолотить ее и приказал, чтобы все падали перед ней на колени. Еврейские юноши, не пожелавшие есть нечистого мяса, отказались также и бить поклоны. Сабдек, не обращая на это внимание, кланялся со всем усердием и, кроме того, в собственноручных записках наказывал своим потомкам всегда преклоняться перед царями, их статуями, фаворитами, любовницами, даже перед их собачками. Авадий или Сабдек был отцом Салатиэля, жившего во времена Ксеркса, которого вы должны называть Шеруэсом, а евреи называли Агосфером. У этого персидского царя был брат Аман, человек страшно гордый и надменный. Аман объявил, что всякий, кто откажется бить ему поклоны, будет повешен. Салатиэль первый падал перед немниц, а когда повесили Амана, он опять-таки первый преклонился перед Мордахеем. Салатиэль был отцом Малакеэля и дедом Зафеда, жившего в Иерусалиме в то время, когда Неемия был правителем города. Еврейские женщины и девушки не были особенно привлекательны, мужчины отдавали предпочтение Малвитянком и Азотянком. Зафед взял в жены двух Азотянок. Неемия проклял его, избил кулаками и даже, как рассказывает сам этот святой человек в своей истории, вырвал у него клок волос из бороды. Однако Зафед в своих записках советует потомкам не считаться с мнением евреев, если им нравятся женщины из чужого племени. Зафед был отцом Наасона, дедом Элфады, прадедом Зарувита, который был отцом Элухана и дедом Узавита. Этот последний жил в то время, когда евреи начали восставать под водительством Маковеев. Узавит по характеру своему был против войны. Он собрал все, что имел и укрылся в Казиате, испанском городе, населенном в то время Карфагенинами. Узавит был отцом Ионафана и дедом Коломиэля, который, узнав, что на родине все спокойно вернулся в Иерусалим, однако сохранил свой дом в Казиате и другие владения, приобретенные в окрестностях этого города. Ты помнишь, что во время Вавилонского плена род наш разделился на две ветви. Глава старшей линии Иоседек был почетным и богобоязненным израильтянином, и все его потомки унаследовали от него эти качества. Не могу понять, отчего между этими двумя линиями возникла такая упорная вражда, что старшей пришлось переселиться в Египет и там посвятить себя службе Богу Израиля в храме, выстроенном Онией. Линия эта угасла, или вернее оборвалась на Агосфере, известном под прозванием Вечный Жид. Коломиэль был отцом Элифата, дедом Элиазиба и прадедом Эфраима, при жизни которого Цезарю Каллигуле вздумалось поместить свою статую в Иерусалимском храме. Собрался весь Синедриуп. Эфраим, тоже входивший в его состав, настаивал, чтобы в храме была помещена не только статуя Цезаря, но и статуя его коня, который был уже консулом. Однако Иерусалим восстал против проконсула Петрония, и Цезарь отказался от своей затеи. Эфраим был отцом Небайота, при котором Иерусалим восстал против Веспасиана. Небайот не стал ждать развития событий, а переехал в Испанию, где, как я сказал, у нас были порядочные владения. Небайот был отцом Иосифа, дедом Симрана и прадедом Рефаи, который был отцом Иемии, придворного астролога Гундерика, короля вандалов. Иемия был отцом Эзбана, дедом Уза и прадедом Еремота, который был отцом Аматота и дедом Альмета. При этом последним Юсуф бен Тахер вступил в Испанию с целью покорить страну и обратить народ в мусульманство. Альмет предстал перед мавританским военачальником с просьбой разрешить ему перейти в веру пророка. «Ты прекрасно знаешь, друг мой», ответил ему военачальник, «что в день страшного суда все евреи, превращенные во слов, будут перевозить верных в рай. Если ты теперь перейдешь в нашу веру, нам может тогда не хватить вьючных животных». Ответ был не особенно любезный, но Альмет утешился тем радушным приемом, который оказал ему Юсуфов брат Масуд. Тот оставил его у себя и стал посылать с разными поручениями в Африку и Египет. Альмет был отцом Суфи, дедом Гуни и прадедом Иссера, который был отцом Шалума, первого сарафа, то есть казнохранителя при дворе Махди. Шалум поселился в Каеруане. У него было два сына Махир и Махаб. Первый остался в Каеруане, а второй отправился в Испанию, поступил на службу к Касар-Гумелесам и поддерживал связь между ними с одной стороны и Египтом и Африкой с другой. Махаб был отцом Иофилета, дедом Малкиэля, прадедом Бехреза и прапрадедом Дехода, который был отцом Сахамера, дедом Суаха, прадедом Ахия, прапрадедом Бера, у которого был сын Абдон. Абдон, видя, что мавры изгнаны из всей Испании, за два года до захвата Гранады перешел в христианскую веру. Восприемником его был король Фердинанд. Но, несмотря на это, Абдон остался на службе у Гомелесов, в старости отрекся от Назарейского пророка и вернулся к вере предков. Абдон был отцом Мехриталия, дедом Азеэля, при котором Беллах, последний законодатель жителей пещер, убил Софи. Однажды шейх Беллах велел позвать Азеэля и обратился к нему с такими словами. «Ты знаешь, что я убил Софи?» Пророк назначил ему эту смерть, желая вернуть халифат роду Али. «Я создал содружество четырех семейств изидов на Ливане, халилов в Египте и боназаров в Африке». Главы трех перечисленных семейств поклялись за себя и своих потомков каждые три года по очереди присылать в наши пещеры человека смелого, умного, знающего свет, проницательного и даже хитрого. Его обязанность будет заключаться в наблюдении, соблюдается ли в пещерах надлежащий порядок и в случае нарушения предписаний он будет иметь право убить шейха шестерых глав семейств, словом, всех, кто окажется виновным. В награду за свою службу он получит семьдесят тысяч слитков чистого золота или, по-вашему, сто тысяч цехинов. «Могущественный шейх», ответил Азаэль, «ты назвал только три семейства, а какое будет четвертое?» «Твое», сказал Беллах, «И ты будешь получать за это каждый год тридцать тысяч золотых монет, но при этом ты должен будешь поддерживать связи, вести переписку и даже войти в состав управителей подземелья, а в случае каких-нибудь упущений с твоей стороны одно из трех семейств обязаны сейчас же тебя убить». Азаэль хотел обдумать предложение, но жажда золота пересилила, и он взял на себя обязательства за себя и своих потомков. Азаэль был отцом Герсома. Три связанные тайные семейства получали каждые три года по 70 тысяч золотых монет. Герсом был отцом Мамуна, то есть моим. Блюда обязательства своего деда, я усердно служил владыкам пещер и даже после чумы выплатил Деназаром из своих собственных средств 70 тысяч золотых монет. Теперь я пришел, чтобы заверить тебя в своей неизменной верности. Почтенный Мамун возразил я, смелуйся надо мной. У меня в груди и так уже сидят две пули, и я совершенно не способен быть ни шейхом, ни Махди. Что касается Махди, ответил Мамун, будь спокоен, никто об этом больше не помышляет. Но если ты не хочешь, чтобы через три недели тебя вместе с дочерью убили халивы, ты не должен отказываться от обязанностей шейха. С дочерью, воскликнул я в изумлении, вот именно, ответил Мамун, той, которую родила тебе волшебница. Тут доложили обужение, и шейх прервал свой рассказ. День шестьдесят шестой. Я провел еще один день в Купи, а вечером шейх по моей просьбе продолжал. Продолжение истории шейха Гумелесов. Выбора не было, и мы с Мамуном занялись прежней деятельностью косар Гумелесов, завязали отношения с Африкой и с важнейшими испанскими фамилиями. Шесть мавританских семейств поселились в пещерах, но африканским Гумелесам не повезло, дети мужского пола у них умирали, либо рождались слабоумными. У меня самого при двенадцати женах было только два сына, да и те умерли. Мамун убедил меня не пренебрегать Гумелесами, перешедшими в христианство и даже теми, кто наши кровные по женской линии и могут перейти в веру пророка. Таким путем Веласкес получил право породниться с нами. Я предназначил ему в жены свою дочь, ту самую Ревекку, которую ты видел в цыганском таборе. Она воспитывалась у Мамуна, который обучил ее разным наукам и каббалистическим формулам. После смерти Мамуна замок Усады перешел по наследству к его сыну. С ним-то мы разработали в подробностях как тебя встретить. Мы надеялись, что ты перейдешь в магометанскую веру или по крайней мере станешь отцом и в этом отношении наши надежды оправдались. Детей, которых твои родственницы носят в своих лонах, все будут считать отпрысками чистейшей крови гамелесов. Ты должен был приехать в Испанию. Правитель Кадиса Дон Энрике Деса принадлежит к числу посвященных и он рекомендовал тебе Лопеса и Москито, которые покинули тебя у источника Алькорнокес. Несмотря на это, ты отважно поехал дальше до Вентакимады, где встретил своих родственниц, заснув под влиянием усыпляющего напитка. Проснулся на другой день утром под виселицей братьев Зотом. Оттуда ты попал в мою пустынь, где встретил страшного одержимого Пачеко, который на самом деле всего-навсего бескайский акробат. Бедняга выбил себе глаз, выполняя опасный прыжок и прибег как калека к нашему милосердию. Я думал, что его печальный рассказ произведет на тебя впечатление, и ты выдашь тайну, которую поклялся своим родственницам хранить. Но ты твердо сдержал свое честное слово, и на другой день мы подвергли тебя гораздо более страшному испытанию. Мнимая инквизиция, угрожая тебя ужаснейшими пытками, не могла поколебать твоего мужества. Мы захотели поближе с тобой познакомиться и отправили тебя в замок у Сэды. Там, с садовой террасы, тебе показалось, что ты узнал двух своих родственниц. Это и в самом деле были они. Но, войдя в шатер цыгана, ты увидел только его дочерей, с которыми, будь уверен, у тебя ничего не было. Нам пришлось довольно долго задержать тебя у нас, и мы боялись, что ты соскучишься. Мы стали придумывать для тебя разные развлечения. Так у Сэда на основе семейных рукописей познакомил одного старика из числа мне подвластных с историей вечного жида, которую тот верно тебе передал. В данном случае приятное было соединено с полезным. Спить тебе известна тайна нашего подземного житья, которая, наверное, уже недолго продлится. Скоро ты услышишь о том, что эти горы разрушило землетрясение. Для этого мы приготовили неисчислимые запасы взрывчатых веществ. Но это будет уже последнее наше бегство. А теперь иди, Альфонс, куда зовет тебя свет. Ты получил от нас вексель на неограниченную сумму, во всяком случае способную удовлетворить все желания, какие по нашим наблюдениям тебе свойственны. Помни, что скоро уже не будет подземелья, и подумай о том, чтобы обеспечить себе независимое существование. Братья Моро дадут тебе средства для этого. Еще раз прощай, обними своих жен. Лестница в две тысячи ступеней приведет тебя к развалинам косаргуми леса, где ты найдешь проводников до Мадрида. Прощай. Я поспешил вверх по этой лестнице и едва завидел солнечный свет, как передо мной предстали двое моих слуг Лопес и Москито, покинувшие меня у источника Алькорнокес. Оба с радостью поцеловали мне руки и повели в старую башню, где меня уже ждал ужин и мягкая постель. На другой день мы без промедления пустились дальше. Вечером прибыли в Венту Карденес, где я застал Веласкеса, углубившегося в решение какой-то задачи, с виду похожей на квадратуру круга. Великий математик сперва меня не узнал, и мне пришлось медленно воскрешать в его памяти все события, происшедшие во время его пребывания в Альпухаре. Наконец, обрадовавшись нашей встречи, он обнял меня, но тот же с грустью сообщил, какое страдание причинило ему необходимость расстаться с Лаурой Уседой, как он называл Ревекку. Заключение. 20 июня 1739 года я приехал в Мадрид. На другой день после приезда я получил от братьев Мору письмо с черной печатью, означающее какое-то печальное известие. В самом деле, я узнал из него о том, что отец мой умер от удара, а мать, сдав в аренду наше имение в Орден, удалилась в один из брюссельских монастырей, где решила спокойно окончить свой жизненный путь. На третий день ко мне пришел сам Мору, заклиная строго соблюдать тайну его посещения. До сих пор, сеньор, сказал он, ты знал только часть наших тайн, но скоро узнаешь все. В настоящее время все посвященные заняты размещением своих капиталов в разных странах, и если бы кто-нибудь из них по несчастью разорился, все мы тотчас пришли бы ему на помощь. У тебя, сеньор, был дядя в Индиюх, который умер, почти ничего тебе не оставив. Чтобы никто не удивлялся твоему неожиданному богатству, я пустил слух, будто он оставил тебе большое наследство. Тебе нужно будет купить имение в Барабанте, в Испании, даже в Америке. Если ты позволишь, я этим займусь. Что же касается тебя, сеньор, я знаю твою отвагу и не сомневаюсь, что ты сядешь на корабль Святой Захарии, отплывающий с припасами в Картофену, который угрожает адмирал Вернон. Английское правительство не хочет войны, но общественное мнение усиленно его к ней склоняет. Однако мир уже близок, и если ты упустишь эту возможность наблюдать военные действия, то другая тебе вряд ли представиться. План, который мне предложил Мору, был давно уже составлен моими покровителями. Я сел на корабль со своим отрядом, входившим в состав сводного батальона. Путешествие прошло очень удачно. Мы прибыли как раз вовремя и заперлись в крепости с мужественным эславой. Англичане сняли осаду, и в 1740 году в марте я вернулся в Мадрид. Однажды, когда я нес службу во дворце, я увидел в свите королевы молодую женщину, в которой сразу узнал Ревекку. Мне сказали, что это одна молодая принцесса из Туниса, бежавшая из родного края, чтобы принять нашу веру. Король был ее восприемником и дал ей титул герцогини Альпухары, после чего к ней посватался герцог Веласкес. Ревекка, заметив, что мне рассказывают о ней, бросила умоляющий взгляд, чтобы я не раскрывал ее тайны. Потом двор переехал в Сан-Ильдефонсо, а я со своим отрядом расквартировался в Туледо, нанял дом на узкой улочке недалеко от рынка. Напротив меня жили две женщины, у каждой из которых был ребенок, мужья их, как мне сказали морские офицеры, были теперь в море. Женщины эти жили совсем уединенно и, казалось, были заняты исключительно своими детьми, которые в самом деле были прекрасны, как ангелочки. Обе мамаши целый день только и делали, что баюкали, их купали, одевали, кормили, волнующее зрелище материнской любви так привлекало меня, что я не мог оторваться от окна. Откровенно говоря, руководило мной и любопытством мне хотелось рассмотреть лица моих соседок, но они всегда тщательно их прикрывали. Прошло две недели. Комната окнами на улицу была детской, и женщины в ней никогда не ели, но как-то вечером я увидел, что там накрывают на стол и как будто готовится какое-то празднество. Большое кресло во главе стола, украшенное цветочным венком, обозначало место короля этого праздника, по обе стороны от него были поставлены высокие стулья, на которые посадили детей, потом пришли мои соседки и знаками стали звать меня к себе. Я заколебался, не зная, что сделать, как вдруг они сняли с лиц покрывало, я узнал Эмину и Зибельду. Я провел с ними шесть месяцев. В это время прагматическая санкция и споры о наследстве Карла VI зажгли в Европе войну, в которой не замедлило принять действенное участие Испания. Я оставил своих родственниц и пошел в адъютанты к инфанту Дону Филиппу. На всем протяжении войны я оставался при этом полководце и после заключения мира был произведен в полковнике. Мы находились в Италии, в Парму приехал доверенный дом братьев Мора для истребования некоторых сумм и приведения в порядок денежных дел этого герцогства. Этот человек пришел однажды ночью ко мне и тайно сообщил, что меня с нетерпением ждут в замке Уседы, так что я должен сейчас же ехать. При этом он назвал одного из посвященных, с которым мне надо встретиться в Малаге. Я простился с инфантом, сел в Ливорно на корабль и после десятидневного плавания прибыл в Малагу. Названный мне человек, предупрежденный о моем приезде, ждал меня на пристани. Мы сейчас же выехали и на другой день были уже в замке Уседы. Я застал там многочисленное собрание. Прежде всего шейха, его дочь Ревекку, Веласкеса, Каббалиста, Садана с двумя дочерьми и зятьями, трех братьев Зото, мнимого одержимого, наконец, десятка-полтора магнитан, принадлежащих трем посвященным семействам. Шейх объявил, что, так как все в сборе, надо сейчас же поспешить в подземелье. В самом деле, как только настала ночь, мы тронулись в путь и прибыли к цели на рассвете. Спустились в подземелье и через некоторое время легли спать. Потом шейх собрал нас всех и обратился к нам со следующими словами. Золотые копии, около тысячи лет составлявшие, так сказать, собственность нашего рода, казались неисчерпаемыми. Убежденные в этом, предки наши постановили употребить добытое в них золото на распространение ислама, в особенности исповедания Али. Они были единственными хранителями этого сокровища и охрана его стоила им огромных трудов и усилий. Я сам в своей жизни изведал тысячи ужаснейших неприятностей. Чтобы избавиться в конце концов от заботы, которая день ото дня становилась все несноснее, я решил убедиться действительно ли копий неисчерпаемый. Пробив скалы в нескольких местах, я обнаружил, что золотая жила всюду подходит к концу. Синьор Моро соблаговолел подсчитать оставшиеся богатства и сколько приходится на каждого из нас. Расчет показал, что каждый из основных наследников получит миллион цехинов, а соноследники пятьдесят тысяч. Все золото добыто и сложено в отдаленной отсюда пещере. Сперва я отведу вас в копий, где вы убедитесь в истине моих слов, а потом каждый возьмет свою часть. Мы спустились вниз по витой лестнице, подошли к гробнице, оттуда к копий, которая оказалась действительно совершенно исчерпанной. Шейх торопил нас как можно скорее обратно. Поднявшись наверх, мы услышали ужасный взрыв. Шейх объяснил нам, что это взорвана та часть подземелья, которую мы только что покинули. После этого мы пошли в пещеру, где было сложено оставшееся золото. Африканцы взяли своей доли. Амора принял мою и почти всех европейцев. Я вернулся в Мадрид и представился королю, который принял меня необычайно милостиво. Приобретя большие владения в Кастильи, я получил титул графа Депенья Флорида и вступил в ряды первых кастильских титуладос. При моих богатствах заслуги мои тоже приобрели более высокую цену. На 36-м году жизни я стал генералом. В 1760-м году мне было вверено командование эскадрой и поручено заключить мир с берберийскими государствами. Сперва я поплыл в Тунис, надеясь, что встречу там меньше затруднений и что примеру этого государства последуют другие. Бросив якоря в гавань возле города, я послал офицера с сообщением о моем прибытии. В городе уже знали об этом и вся бухта Гулятта была покрыта разукрашенными ладьями, которые должны были перевезти меня вместе с моей свитой в Тунис. На другой день меня представили Дэю. Это был двадцатилетний юноша очаровательной наружности. Я был принят со всеми почестями и получил приглашение на вечер в замок под названием Мануба. Там меня провели в отдаленную садовую беседку и заперли за мной дверь. Потом открылась маленькая потайная дверь. Вошел Дэй, преклонил колено и поцеловал мне руку. Скрепнула другая дверь и я увидел трех закутанных в покрывало женщин. Они откинули покрывало и я узнал Эмину с Зибельдой. Последняя вела за руку молодую девушку мою дочь. А Эмина была матерью молодого Дэя. Не буду описывать с какой силой заговорило во мне отцовское чувство. Радость моя омольчала только мысль о том, что мои дети принадлежат к религии, которая враждебна моей. Я не скрыл этого горького чувства. дэй дэй соблагодарил стать крестом отцом Фатимы и дал ей титул герцогини Рана. Через год она вышла за старшего сына Веласки Сейроветки, который был моложе ее на два года. Я завещал ей все свое состояние, доказав, что у меня нет близких родственников по отцу и что молодая мавританка, породнившаяся со мной через бомелесов, единственная моя наследница. Будучи еще молод и в расцвете сил, я, однако, стал подумывать о месте, которое обеспечило бы мне возможность наслаждаться сладостью покоя. Должность наместника Саргусы была свободна, и я получил ее. Поблагодарив его Королевское Величество и простившись с ним, я отправился к братьям Моро с просьбой вернуть мне запечатанный свиток, который дал им на сохранение двадцать пять лет тому назад. Это был дневник первых шестидесяти дней моего пребывания в Испании. Я собственноручно переписал его и спрятал в железную шкатулку, где его когда-нибудь найдут мои наследники. Конец озвученной книги Читал Николай Козий Звукорежиссер Нина Рудник Киев 1989 год Продолжение следует...